Его не добрались. Твиттер GMCore. Онлайн-репортажи наших корреспондентов. Фейсбук Говорит Москва. Латиницей в одно слово. Говорит Москва. Вконтакте Говорит Москва 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Инстаграм Говорит Москва. Фоторепортажи, гости, сотрудники и никаких котов. Найдите наши настоящие, а не игрушечные аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру Право знать. Говорит Москва. Обзор прессы. Всем доброе утро. Как вы знаете, вчера прошел митинг на Академика Сахарова против принятия закона реновации. Около 20 тысяч по данным движения «Белый счетчик». МВД пришло на эту акцию. МВД насчитывает 8 тысяч человек. Подробный репортаж можно почитать на сайте «Медуза». И фоторепортаж там же можно посмотреть. Но кроме того, что был митинг против принятия закона реновации, был и митинг в поддержку реновации. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И вот такие цифры приводят. Всего за последние дни на улицы вышли около 35 тысяч москвичей. Стихийные акции жителей пятиэтажей прошли в Измайлово, Тушино, Зюзино, Сокольниках, Таганском и других районах Москвы. По мнению политологов, пишет «Вечерняя Москва», выступлением граждан подтолкнул страх того, что их ветхие дома не включат в программу. Это «Вечерняя Москва». На какие данные она ссылается, непонятно. Кроме того, мэрия Москвы запустила голосование по самому пятиэтажек на день раньше. В 8 часов вечера вчера началось это голосование на сайте «Активный гражданин». Мэрия объясняет это тем, чтобы... Ну, необходимость начать раньше это голосование тем, чтобы сайт не рухнул, и все спокойно начали свое голосование. В Киеве завершилось Евровидение 2017. Если вы хотите посмотреть подборку видео, аргументы и факты их публикуют. Заголовок «Украинская карма» статьи. Ну, намекают на то, что там не обошлось и без скандалов. Вы знаете, что уже арестовали молодого человека, который выбежал на сцену во время выступления Джамалы и спустил штаны. Там, в общем, все показывал подробно. Это аргументы и факты пишут. «Вирус собрал выкуп коммерсанты». Коммерсант публикует большую статью про массовое заражение компьютеров на Windows. 150 стран в результате были охвачены. Сегодня он опять активировался. В общем, подробнее читайте в «Коммерсанте». 8.38 – это был обзор прессы. «Внимание, внимание! Говорит Москва!» 94.8 – слушать, думать, знать правильные глаголы. «Говорит Москва!» Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Серёжа, пастушок, поиграешь!» «Ранья дров, Серёжа!» «Серебренный рожок!» 8 часов 39 минут, понедельник, 15 мая. «Серёжа, пастушок, поиграешь!» «Серёжа, пастушок, поиграешь!» И Дарья Кнор, ведущая этой программы! И Сергей Таренко, доброе утро! Ну что, Евровидение или митинг? Ну, митинг, конечно. А про Евровидение-то забудем. Ну давай два слова про Евровидение. Ну два слова, ребят, но спел португалист. Ну вы же знаете, у нас португальские песни родные. Мы вообще все такие португалисты и все, и все. Ты была в Португалии? Нет, к сожалению. Я был два часа подряд. Два часа. Два часа? Да ладно. Я заезжал. Вы же в совершенстве знаете португальский. Нет, я жил в Анголе и путешествовал по Бразилии. Но, кстати, вот так, чтобы быть в Португалии, я был два часа. Я заезжал как-то из Вигу, по-моему. Я вдруг говорю, что-то надо пообедать в Португалии. Я взял, заехал в Португалию, пообедал. Это вы любите, да? В какой-то деревне пообедал просто. Кабритш ел, я говорил уже. Ну, так вот, он пел, этот португалец, и он вообще весь такой. Но я не слышал. Сейчас впервые слышу. Впервые вместе с вами. Я, кстати, тоже. Впервые вместе с вами. Salvador Sobral. «Амар pelos...» «Доис», 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 «Амар pelos dois». «Доис», 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 « до тебя я просто существовал я существовал усталым и человеком которому нечего дать окружающим то есть я был пустым пустым я существовал пустым но я не вижу что теперь они один и теперь знаю что не она где же припевчик припевчик жарки но слова до слова до сон ломает руки себе все время так как будто асаны при нем делает асаны такие руками знаете специально а а а а а я хочу перемотать где же припевчик он сейчас закончат это и все красным это я знаю да это и все и паиша и 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 по крайней мере я смотрела только финал на ютубе ну правда красиво ну правда а вы хотели бы чтобы за вами ухаживал португалец ой ну я бы подумала ну почему ну смотрите какие они ну смотрите сколько поэтики сколько сладости невероятной абсолютной нектар просто течет нектар и все ну вот да такая песенка которую хочется сохранить и видно что человек и видно что человек не себя выпячивает а именно чувства он прям с удовольствием вот он прям поют вот он прям вот в душу не знаю мне очень понравилась песня и мне кажется очень такой неплохой выбор ну скажи что вы хотели бы чтобы португалец а ну у меня муж близ к этому а чёрт я понятно извините у нее муж ну все тогда все вы должны сказать я другому отдана и буду вверх ему верно ну вы просто забыли что отвечает в таких случаях Даша ты-то помнишь да что же замуж говори я другому отдана и буду век ему верна вот вот я хотел к акции значит вчера акция акция так белый счетчик 20 организаторы со сцены 30 полиция 8 значит понятно и мы смотрим сверху этот самый квадрокоптер запустили сняли они себя на сахарова да ну там конечно чёртову ему народу понятно что я так сказать полиции советую не смотреть ни в коем случае снимок с квадрокоптером чтобы не расстраиваться не расстраиваться полиция не должна расстраиваться сказали 8 значит 8 точка квадрокоптер вас смутит если вы посмотрите квадрокоптер ну вещь такая подозрительная потому что там десятки тысяч ну как мне кажется ну может быть два десятка тысяч да может быть а может быть два с половиной не знаю ну народу до чёрта в общем я так понял что там всем было хорошо они все воспели себя они чувствовали что они чувствовали что они могут любить за всех москвичей правильно абсолютно то есть не важно что остальные москвичи там их курасов но он функционал они могут сами пролюбить всех и все значит и потом пришел навальный и все испортил всю малину там просто растоптал как медведи все такое да 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 приходит навальный значит сначала все хорошо сейчас сейчас нет это уже сейчас плохо смотрите это екатерина винокурова вы знаете екатерину винокурову безусловно она энтузиастка она энтузиастка и она хорошо пишет но она пишет так немножко может быть почему на меня все смотрят осуждающе она хорошо пишет она хорошо пишет но она немножко может быть чуточку бывает многословно но это как женщина но она действительно энтузиастка и очень и очень темпераментный и очень активный человек увлекающийся человеку горячой и красиво любящий ненавидящий увлеченные на шах что вы хотели равнодушный размороженный ментай какой-нибудь вот винокурова она не ментай нет она она страстный человек да 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 все было так хорошо пока не появился навальный все было так здорово она расстроилась на самом деле передать вы видели как она плачет на ютюбе посмотрите пожалуйста она плачет на ютюбе тело так хорошо когда мы ей звонили она еще держала себя в руках она еще не плакала да 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 уже проревелась наоборот она она говорила нам тоже секундочку я только то что доступно на ютюбе всем дам секундочку он испортил всю картину много тебе пишут говно очень запретили а ютюбе удалить из всех протестных групп ну там из моих районных групп классно классно ты избавилась от скверны нет на краю на грубе у меня соседи всякие ну там в общем она она рассказывает о том что ее ввиду того что навальный посчитал что его омон прибрал и вывел по просьбе винокуровой винокурова удалили удалили все круга и те поддерживают все значит убрать эфир скажите просто а вот мы можем дать наш нашего нас она тоже в папке там лежит она лежит у нас мы мы даже кинули антон кинул там снизу нам из новостей посмотрите пожалуйста винокурова должна быть я не знаю в какой папке это мило в репортажах в репортажах она есть да да давайте дадим ее пожалуйста сделайте что когда готовится митинг я на самом деле вот такой первый опыт им даются всегда в списке выступающих организаторов волонтеров они даются все накануне чтобы можно было обеспечивать безопасность и я честно говоря ни на одном митинге не припомню такого чтобы человека вот не было в списке поступающих организаторов волонтеров и чтобы он при этом ну вот так прорвался к сцене он говорит что он хотел просто сделать селфи но просто дело в том что вот в в этой зоне обычно пускали там ну людей с бейджами организаторов и так далее и я просто действительно не знаю случаев когда вот ну человек заранее не звал и вдруг он так вот рвется я очень удивлена и расстроенаittailダ вот так вот это вот этого единственно что испортило митинг атакта митинг был чудо просто вот еще раз все было так хорошо пока не появился навальный все было так здорово правильно она его не пустил ли недать проголосуем. Ну, вот и выскажемся. Значит, но она его не пустила, насколько я понимаю. И потом пришел ОМОН и как-то его выявил, но он был с женой с детьми. Навальный был с женой с детьми. Его не арестовывали, а просто как-то попросили, подвинули там. Вот. Я приглашаю вас проголосовать. Значит, стоп, секундочку. Правильно ли поступила Екатерина Винокурова и сказать, что его не пускало. Все было так хорошо, пока не появился Навальный. Начать голосование. Да, правильно, что Навальному не дали выступать. Да, правильно. 134, 27, 35. Нет, неправильно. 134, 27, 36. Но вообще-то он не был запланирован. Он просто пришел. Он просто пришел. Одно дело, он просто пришел, а другое дело, что все-таки, я так понимаю, что кто-то из организаторов других, как он говорит, ему предложил выступить. И здесь я на самом деле понимаю Винокурову, потому что изначально митинг был просто организован москвичами рядовыми, а тут пришел Навальный, как будто бы его возглавил. Как бы оседлать. Как бы оседлать. И это не очень приятно. Ну, конечно, конечно. Мы с тобой организуем митинг. Вдруг приходит дядя какой-то, я не знаю, какой-то широко известный и говорит, ну, спасибо, ребята, всем спасибо, все подвиньтесь. Теперь я, теперь я, теперь я. И начинает раскачивать там, ребята, мы против реновации. Нет, не так, не так, не так. Кто здесь власть? Да, да, да. Мы. Как-то так. Ну да, ну да, ну да. То есть они не давали оседлать. Но они не давали оседлать митинг. Но, с другой стороны, я читал Сергея Парховенко, это человек из этих же кругов, из кругов оппозиции, который был журналистом, вот я его еще помню, еще по газете «Сегодня» он работал у Гусинского. Сережа Парховенко. А потом он стал издателем, и, насколько я понимаю, успешным издателем переводной литературы. И он пишет, что, наоборот, это плохо. Он пишет, что плохо, что не пускали оппозиции. Еще до того, как начался митинг, Сергей Парховенко... А плохо для кого, мне вот интересно? Ну, плохо, потому что надо слиться воедино. То есть надо все виды протеста слить воедино. Чтобы все виды протеста существовали вместе. Понимаешь? Единственное условие проведения этой акции и вообще возможности проведения такой масштабной акции было то, что ее деполитизировали. В том-то и дело. И в этом случае смогли выйти 20 тысяч человек. И, в общем, даже никто сильно с этим не спорит. А если бы они слились в едином экстазе с нас с Навальным, то это было бы уже... Ты можешь чуть-чуть хиповать. Чуть-чуть хиповать. Но если там шведская семья и наркотики, то ты скажешь, ребят, извините, я, наверное, ошиблась дверью. До свидания. Да. Понимаешь, да? Но чуть-чуть хиповать можно. По приколу лается там где-то. Так же и с этим протестом. А москвичи пришли, насколько я имею представление, протестовать против того, что... Ну, против... Там несколько. Там есть составляющая материальная, то есть они боятся, что их обидит. Обидит просто. Обидит, в общем-то, по деньгам. Реально. Потому что это собственность. Да? Это собственность. И с собственностью надо церемонно и конкретно, индивидуально разбираться, а не чохом. Вважительно. Ну, вообще уважительно, да. То есть конкретно моей собственностью надо заниматься индивидуально, а не коллективно. Получается какой-то колхоз. Значит, это первое, что могло не нравиться москвичам. Но Навальный с его криком, сказать, кто здесь власть, мы, там, типа, что стоите как бараны, идите брать Кремль, это уже немножко другое как. Понимаешь? Конечно. Отвлекает. Отвлекает от нашей конкретной собственности и, пожалуй, ведет нас к еще большей бедности в результате. Сейчас не об этом. На переломе. Да, 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 да. Я останавливаю это голосование. 42 на 58. Правильно, что не дали выступить Навальному. Правильно, что не дали выступить Навальному. 42 процента. Неправильно. Нет. 58 процентов. 58 процентов. 42 на 58. И мы обсуждаем эту тему. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Мне кажется, вот подобные политики, если их так можно назвать, да, ну это я не знаю, там политические, там мазохисты, они, чем больнее делают, они, тем чаще стараются в общество войти. Я понимаю. То есть вы считаете, что правильно? 73-73-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Навального. Правильно или неправильно? Мне кажется, неправильно, что не дали ему выступить, надо было дать ему все-таки выступить, заснять это все дело, что его никто не трогает, что у нас все демократичнее просто, я не знаю, уже некуда. Ну да. Ну да. Да. Нет, подождите, ну вот я, например, у меня есть какой-то участок, да, например, его бежуют неправильно и начинают забор этот двигать. Да. Я лично иду по поводу своих личных денег, ну я иду, я не на митинг, ну их нафиг, я пойду к начальнику, правильно? Предположим, начальник меня не слушает, и я нахожу таких же, как я, 30 тысяч, или 20, или 17, не важно, 20. Значит, я нахожу таких же, и вас, вот, и мы все вместе идем на митинг. И туда почему-то подтягивается, например, Михаил Борисович Ходорковский, ну, например, или Навальный. Или Чегевара. Или Чегевара. И я говорю, братцы, да я-то, в общем, по своему баблу сейчас пилю, я пытаюсь забор назад передвинуть, туда, где он был, а потому что мне обиду сделали, обидку. Я не про революцию сейчас конкретно, я, может, завтра буду за революцию, а сегодня я за денежку. Совершенно шкурно, да, прийти на митинг, сказать, ребята, вот моя квартира, я хочу, чтобы все было хорошо. И тогда зачем мне неспровергать? Это же революция. Ну, показали бы пальцем, покрутили бы у виска, и все, и плюнули бы на него, наверное. А то есть пустить, выступить, и все? Да, ну, а что, он опозорится, народ посмеется, пальцем подвигает. А так, он пришел, получается, хайп схватил, ему опять проценты подняли. Сереж, простите, можно высказаться? Мне кажется, Навальный все-таки агент нашей власти, блин, мы ему только сами проценты поднимаем. Не верю я, не верю, Станиславский. Все, правильно, Станиславский, Станиславский. Значит, я, алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Правильно, не дали выступить или неправильно? А давайте немножко с той же точки зрения посмотрим, что, в общем-то, вот человек, который занял второе место на выборах мэра Москвы. 27%? Безусловно. Да. Безусловно. И это единственный человек, который, в общем-то, может формулировать какие-то вопросы к нынешнему действующему мэру. Ну, в общем, это собеседник мэра на выборах 2013 года, собеседник, и он полемизировал. Подождите, вы считаете, что жители Москвы, которые вышли на митинг, не точно сформулировали свой запрос? Нет-нет-нет, просто есть их представитель, которому они отдали 27% 4 года назад. Ну, это правда. Ну, около 4 лет. Ну, скажите, в сентябре будет 4 года, да? Это важный, важный аргумент, да. Интересно. Да, а я думаю, вот что, сейчас 59 минут, мы обязательно вернемся к теме митинга, дадим высказаться максимальному числу наших слушателей. Пожалуйста, товарищи, у нас здесь тоже, значит, у нас здесь некий форум такой древнегреческий. Нет, древнеримский. Римский, слово форум Рим. Значит, мы вернемся на этот форум древнеримский после обзоров движений и новостей. Ладно, в движении. Подъем в движении. Ну, что это такое у меня? А, это я вчера банкомат искал, у меня какая-то хрень осталась. Извините. 7 баллов, на самом деле. Слушайте, можно я про движение расскажу, про Сережу сегодняшнюю? Сережа, красавчик сегодня на триумфе Баневиль Т-120. Проехался 4 километра, я 2 километра несся. Короче, я ехал, я понял, что максимально было плюс 2. Я выехал 5.30, было плюс 2. Я такой, еду. Я потом думаю, пошло все нафиг, развернулся, приехал домой, сел в машину и поехал на машине. Ну, холодно же, ну, холодно. Холодно даже в машине. А днем поеду, но днем, сегодня днем поеду на мотоцикле. Правильно, лучше ближе к вечеру. А в 5.30 было очень холодно. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 9 утра в Москве, в студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков. Речь идет о информпрогрессе и интеркоп-банке. Оба участники системы страхования и вкладов, по данным регулятора, бизнес-модель информпрогресса в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал риски. Что касается интеркоп-банка, на протяжении длительного времени он находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля информпрогресс занимал 575 место в банковской системе России, интеркоп-банк – 573. Владимир Путин выступил в поддержку проекта «Один пояс, один путь». Как заявил президент России, Москва будет участвовать в нем вместе с партнерами. По словам лидера страны, важно, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно. Путин отметил, что сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином задачи в рамках проекта масштабные, но непростые в реализации. Создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой президент России назвал актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте и других регионах мира. Двухдневный форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине. В мероприятии участвуют лидеры 29 государств. По факту убийства женщины и ребенка в Москве завели уголовное дело. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова, стрелявший в свою знакомую и ее дочь мужчина, после этого покончил с собой. По словам Ивановой, установлено, что женщины с ребенком находились дома у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружье и не менее двух раз выстрелил в своих гостей. От полученных ранений обе скончались на месте. Ранее СМИ сообщали, что убийство мог совершить сотрудник МИДа, при этом жертвами мужчины назывались его жена и дочь. «Тойота» вложится в создание летающего автомобиля. Японская корпорация инвестирует в разработку проекта «Скайдрайв» около 350 тысяч долларов, пишет «Индепендент». Тестовые полеты реактивных машин намечены на конец следующего года. В 2020-м по плану разработчиков автомобили уже смогут принять участие в церемонии зажжения Олимпийского огня в Токио. Сейчас проектом «Скайдрайв» на добровольческих началах занимается группа инженеров «Тойоты». До сих пор он существовал за счет краудфандинга. Летающий автомобиль будет подниматься в воздух с помощью роторов по аналогии с устройством беспилотников. Он сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 км в час. В завершении о валюте официальный курс доллара 57,16 копеек евро 6209. О погоде в Москве сейчас по данным Гесметио плюс 10. В течение дня воздух прогреется до 16 градусов. Ольга Данилевич говорит Москва. Право знать. Говорит Москва. Реклама. Планируете ремонт? Решили обновить отделку квартиры или дома? Вас приглашает Центр ремонта и дизайна «Метр квадратный». Огромный выбор товаров, бесплатные консультации, индивидуальные ценовые предложения. Все это в одном удобно расположенном месте вблизи метро – Волгоградский проспект. Метр квадратный пересечения Волгоградского проспекта и третьего транспортного кольца. Приглашаем дизайнеров к сотрудничеству. Пока кто-то меряет за скидками, мы возвращаем до 20% от каждой покупки с картой «Хоум Кредит Эльдорадо». Инверторная стиральная машина LG за 19 999 рублей и 4 тысячи бонусов на покупки. Просто оформите в магазине карту «Хоум Кредит Эльдорадо». ООО «Хакайфбанк», лицензия ЦБ-316 от 15 марта 2012 года. «Эльдорадо» – качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение 10-летней Ани Язевой из Московской области. В прошлом году у Ани появились боли в спине. После обследования выяснилось, что у девочки сколиоз, который быстро прогрессирует. Справа на спине уже заметный горб. Родители выполняют все рекомендации врачей, но девочке необходима постоянная поддержка позвоночника. Врачи рекомендуют ортопедический корсет «Шино», который изготавливают по индивидуальным меркам. Цена такого корсета – 145 390 рублей. Вы можете помочь Ане Язевой, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграет. Поиграет, поиграет. Сережа – серебряный рожок. Сережа – серебряный рожок. Девять часов шесть минут, понедельник, пятнадцатое мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Дарья Акнора, ведущая этой программы. Слушай, если митинг был неполитическим, из-за выступления Навального в следующий раз митинг не разрешат, говорит Иван. Вообще-то Навальный тоже москвич, тоже имеет право участвовать в митинге, говорит Валентин. Так об этом никто... Уйду в кипишовую оппозицию, говорит Джей Джей. Джей Джей уйдет в кипишовую оппозицию. Джей Джей, поскольку вы несколько написали сообщение... Ребят, я должен вам сказать, что у меня с СМС не очень ладится. Мы перезагружаем сейчас телефон. У меня последнее СМС-сообщение за 16 часов 56 часов вчерашнее. 16.56 вчера, понимаете, да? Поэтому лучше пишите, пожалуйста, в Телеграм. Телеграм, говорит, Москобот. Такси грабят, говорит Джей Джей. Сейчас еще про Джей Джей я прочитаю. Свободу таксистам от агрегаторов. Такси не метро и не автобус. Даешь ценник не для быдла, пишет Джей Джей. Что, Серега? Слабо против власти голос поднять. Джей Джей. Слабо. Мне. Ну, я про себя. Слабо. Ага. На калушке в сосенках... Главное, нет смысла. Я поднимал голос Джей Джей. Я сильно поднимал голос, громыхая железными клетками. Но я вам другую вещь скажу. Это всем пофиг. Всем это пофиг. Джей Джей. И то, что вы говорите, тоже пофиг. На калушке в сосенках сбили мотоциклиста. Это Алёха. Но что, переметнуться мне к Навальному? Спрашивает Джей Джей. Джей Джей. Куда хотите, переметывайтесь. Всем пофиг. Поймите. Специфика современности заключается в следующем. Говорить можно, а всё равно никто не слышит. Да, новый мем заключается в следующем. Пришёл Навальный и всё испортил. Абсолютно верно. Как поручик Ржевский. Поручик Ржевский фактически. Совершенно верно. 73-73-9-4-8. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да. Доброе утро. Да, Михаил. Михаил, но вы-то не москвич. Я не москвич. Ну, вы рублёвец. Вы рублёвец. Ага. Хочу всё выписаться никак. Да. Значит, смотрите. Не бывает моницаций неполитического свойства. Особенно в условиях нашего, нашего времени. Да. Смотрите. Вся наша жизнь происходит в двух высказываниях политиков. Стоило Меркель что-то сказать. Глупых слов. Соловьёв шесть часов её обсуждает. Стоило Трампу сделать заявление. Все газеты. То есть мы живём в мире, и вы этому учите нас, виртуального ощущения возможных последствий от частных слов политиков. Вот. Мне бы было очень интересно услышать, что бы сказал Навальный на этом митинге. Потому что добиться чего-то, вот эта вот безродная пока масса москвичей из пятиэтажек, может только испугав власть. Я думаю, вчера, когда они не дали ему выступить, там где-то, ну будем сказать, где-то, в каких-то кругах, спокойно откинулись на спинку стулья, сказали, слава тебе, Господи. Зачем стадам дары славы, их надо там чего-то стричь. Люди там, где держат пульс, рука держит пульс, успокоились. Потому что если вы не хотите политического продолжения роли своей проблемы через конфронтацию с властью, значит, вас будет убрать, не видеть и ничего для вас не делать. Вы понимаете, даже, что такое революционное состояние? Это не значит крушить мебель. Места это что-то очень плохое. Извините, Михаил, можно я включусь в этот разговор? Извините, мне кажется, получили все то, что хотели. Условно говоря, московские власти получили здоровый протест, такой позитивистский протест, который в основном сущностно обогатит московские власти и поможет им аккуратно пройти с Цилой и Харибой. Первое. Второе. Винокурова получила и организаторы, и 10 девушек, так сказать, женщин, получили хороший действительно митинг. Но они старались, и это по заслугам. Действительно хорошо. А значит дальше... То есть все получили... Навальный профигурировал и теперь застримит это дело на Ютьюбе. А у него ежемоментно его смотрят 100 тысяч. А в результате, значит, до миллиона просмотров, это вам не 20 тысяч участников митинга, а будет миллион просмотров. И отказ выступать. То есть все получили то, что хотели. Все счастливы. И все же я резюмирую следующее. Давайте. Дух, революционный дух, что всегда потом водился в жизни. Знаменитая сюрреальная коммерия Тупенгейм когда-то в 20-х годах сказала многозначительную фразу. Пусть ее все послушают. Свободу не дают. Ее берут. 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 Хорошо. Спасибо вам огромное. Я думаю, если позволите, я заострю внимание на моей мысли, которая принципиально важна, мне кажется, тем, что все получили свое и все получили сверхожидаемого. Я вообще обидел Михаил, потому что, во-первых, он считает, что только Навальный может организовать какую-то оппозиционную протестную акцию, назвав нас какой-то массой, как ты сказал, не оформившись, массой без Навального. Зачем дарам, стадам дары свободы? Да. Так вот эти стада, как вы говорите, они вышли, сами организовались, вышли на улицу, там, не знаю, позитивно, негативно, с конкретными лозунгами, с конкретными выступлениями, без всякого Навального. Во-первых, я хочу сказать, что все участники... Разнообразив оппозиционные движения. Все участники до единого, все участники до единого, если представить себе участников москвичей единой силой, представить себе, что это единая сила, поскольку там все равно она разнородная, ну, чуть-чуть разнородная, скажем так, ну, в основном-то единая, значит, то тоже они получили свое, понимаешь? И Навальный получил свое, и Катя Винокурова, и организаторы получили свое, и Собянин получил свое. Все счастливы? Это такой прекрасный спектакль, в смысле не спектакль, а акция. Я не пытаюсь принизить силу этого выступления. Извините, пожалуйста, конечно, безусловно, я не хочу ничего принести. Мне кажется, что все участники этой акции, все до единого, получили, в том числе наблюдающие внимательно Собянин, получили сверхожидаемого. То есть плюсы, плюсы, плюсы сыпались, как сердечки в перископе, когда ты ферришь в перископе, сыпятся на тебя сердечки непрерывно разноцветные. Разноцветные сердечки сыпались для всех. Абсолютно. И да, действительно, если я вышел за бабло... Я внимательно выслушал того, кто звонил нам перед девятью слушателя. Действительно, Навальный имеет отношение к Москве с 13-го года. Я имею в виду, как московский крупный политик. Имеет отношение к Москве с 13-го года, когда, как вы знаете, он взял 27% голосов москвичей на выборах мэра города Москвы. Это абсолютно важный результат. 27% — это не 2,7%. Понимаете? Да, 27%. Это чертовски много. Поэтому его высказывание в качестве московского политика, безусловно, интересно. Оно будет услышано людьми, его адептами и неадептами на Ютьюбе, где он стримит, у него какой-то невероятно успешный стрим. Кстати, получился, мне кажется, неплохой ход у московских властей, которые начали говорить о программе реновации в феврале, в начале марта, как о такой радикальной программе. То есть все сначала испугались, сжались, такие, господи, что происходит? А потом вроде как они... Мы прислушались к вашим словам, мы увидели ваши митинги, мы вас услышали, мы сейчас все, всех учтем. И это кажется, как будто бы вы добились этого. Мой дом не сносит. А мой и сносит, слава богу. Что ты говоришь? А мой не сносит. И я даже какое-то время был разочарован. Мне хотелось, чтобы вы снесли к свиньям. А у вас пятиэтажка? Ну вот смотри, пятиэтажка, но знаешь, какая нет. Пятиэтажка, но такая пятиэтажка, которая была построена из немецких панелей, какие-то немецкие панели. Значит, это не русские панели. Точно, какие-то очень теплоемкие панели, экспериментальные. Она относится к поздним Сталинкам скорее. Но она после смерти Сталина сделана. После смерти Сталина. Но еще до... Да, да. Ну вот там какого-то вот такого года переходного, когда еще эти самые... 3,20 потолки. О-о-о. 3,20 потолки. О-о-о. Но уже пятиэтажка без лифта. 3,20 потолки. С внутрепроводом? И уже... А она при... Нет, без. И она при этом не панельная. Она, да, панельная, но это панели не массовые, а какие-то специальные, экспериментальные немецкие панели. Раздельный санузел? А... Раздельный ли у меня санузел? Был раздельный первое время, до ремонта, да. Вот. А кухня сколько? Я думаю, не 8 лет. Больше 4? 8,5. Сергей, все, у вас... У вас просто, я не знаю, 8,5? Люкс, апартаменты... 8, по-моему. Ну что? Мне кажется, 8. У нас 4, ну, чтобы вы понимали. Ага, ага. Ну хорошо. Я надеялся, что ее сломают. Я надеялся. И вот если бы, представь себе, я еще раз говорю про Навального, если бы я пошел, как бы ее ломали, я бы пошел по начальству. Ну, я как хитрый. Я хитрый, жучарый, я пошел бы по начальству. Типа, так вот же, Жано, что тут есть же возможность. Надо же решить вопрос. Понимаешь, да? Да. Если бы в этот момент, когда я пошел по начальству, выскочил из соседней комнаты Бармалей с пистолетом, Бармалей с попугаями, значит, все герои Стивенсона выскочили бы там на одной ноге, кто-то прыгал еще вдобавок. Кроме Бармалей еще этот самый на одной ноге бы бегал. Не помню кто. Да, да, да. Если, значит, все эти кричали бы 15 человек на мешок мертвеца, на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка, и бутылка Рома, я бы расстроился. Потому что мне надо решить вопрос по существу. А именно, какой вопрос? Шкурный. Если я решаю шкурный вопрос, зафиг мне нужен чувак, который скачет с пистолетом. Ну зачем это нужно? Ну я скажу, слушай, пожалуйста, не выходи, я тебя умоляю. Я решаю вопрос. Да чуть попозже, да. Я, ты отдельно выступил. Да, Сильвер, конечно, Сильвер. Я не хочу, чтобы скакал Сильвера на одной ноге. Я хочу решить вопрос. Точка. Это вопрос денежный, шкурный. Понимаете? Ну вот. Ну как-то так. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, Сергей Эльвир, здравствуйте, это Виктор. Да, 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 Даша, Даша. Даша, у меня видение ситуации такое. Давайте. Во-первых, денег в бюджете на это массово нету. Это раз. Как-то два триллиона есть. Ну ладно, хорошо. мифические, на словах они есть. Да. Эти деньги должны выделить инвесторы. Инвестору, как мне и вам, важно хорошее место. Да, да, да. У меня, у тещи, на Смольный пятиэтажный дом. Ага. Там рядом метро. Ага. Они все против. Да. Но им уже запустили утку, что мы, возможно, вас будем сносить. Они там все такие закричали, запрыгали, потом сказали, мы не будем. То есть, я понимаю, что они мониторят ситуацию. Да. Это во-вторых. И в-третьих, создали такую ситуацию, в которой, возможно, наш замечательный мэр в каком-то году не справится с этой задачей. И это мина замедленного действия, которая под него заложена с целью потом дискредитации. Ну, это уже я так думаю. Слушайте, Виктор, Виктор, когда речь идет, вот давайте так, вот мы с вами, нормальные мужики, правильно? Ну да. Значит, нам говорят, вот нас окружают, где-то мы с вами, где-то мы с вами ходим, я знаю, мы гуляем просто. Вдруг нас окружают солдаты и говорят, а сейчас все, и Сережа, и Витя, все сдадут свои кошельки, а когда назад мы их раздадим, кошельки, там денег станет больше. Ну, но мы же стремаемся, нет, ну, мы же стремаемся, ну, правильно ли? Ну да, ну да, конечно. Быстро все, вот мы идем с корзинами, все сдают кошельки. Ну как, я испугаюсь, я честное слово испугаюсь. Я попытаюсь где-то слинять, может быть, где-то щелочка между ними, я слинять чтобы. А потом раздадим, слышишь, раздадим кошельки, а денег станет больше. Я хрен знает, может, ну, может, врут, я не знаю. Ну, как-то мне это все равно не нравится. Ну, основную массу все равно кинут, кинут массу, основную, это же прям на лицо видно, а на вальной, ну, можно, если вы не отключите. А на вальной, они его так раскрутили сейчас. Да бешено. Это просто, он отсидит все сроки, мысленные, немыслимые, они его, он амнистируется, и потом он на слуху, у моих детей уже, 7-летние, 15-летние, они уже о нем знают. Да, да, да. Иван, откуда вы знаете о нем? Вам это не нравится? Нет. Я, я все-таки реалист. Нет, мне нравится, не нравится, это как-то чуть-чуть неправильно. Да. У них своя жизнь, они сами будут видеть это, они, я свободу им даю, мировоззрение, там, я не могу предугадать, сложно задали вопрос, как-то вот. вы просто как будто бы не с негативом говорите, что ваши дети знают про Навального. Так может быть это хорошо? А не сами его, они даже хотя в политическом орбите не общаются, но они даже на каком-то уровне в первом классе, он уже о нем слышит и знает. А вот Джей Джей ждет выхода из тюрьмы Удальцова. Джей Джей говорит, Удальцов звучит красивее. Удальцов выйдет Удальцов и все такое. Да, слушайте, я сравниваю вот это вот благополучие от мэра, новое благополучие от мэра, как обещание, что мы у вас соберем всех кошельки, у всех соберем кошельки, а потом раздадим снова, и там будет больше денег. Понимаешь? Там будет больше денег. Лучше будет в кухне, а кухня будет побольше. Вот там вот отделение было про кухню в кошельке. Санузел раздельный. Я начинаю думать, во-первых, что такое санузел раздельный? Это значит, унитаз отдельно стоит, а ванная с раковиной? А если ты сидишь, можно я спрошу вопрос дурацкий? Если ты сидишь в ванне, долго и читаешь, и хочешь пописать, куда ты пойдешь в раздельном саду, где? Ну да, надо потерпеть, мне кажется. Надо либо потерпеть, либо мочиться в рукомойник. Значит, понятно, да? Приняв изысканную позу. А это самое... А я поэтому, я санузел раздельный, вообще не понимаю, что это значит. Их надо ломать моментально. Нет, просто нужно два... На самом деле, по-человечески-то нужно просто два туалета с туалетом, с унитазом, с ванной, с раковиной. Угадал, конечно. Лучше один можно без ванной, один без ванной, другой с ванной. Да, можно и так. Но можно вы не будете на больной. Оба с бедой, естественно. Оба с бедой. Нет, второй гостевой, гостевой может быть без беды. Вы говорите, крамольные вещи. Потому что гости, они подонки, им не надо на беде садиться. Не надо, они и так мочатся в рукомойник, подонки. Я знаю, я сам так делаю. Сергей, сейчас люди начнут мечтать. Я прихожу в гости и мочусь всем в рукомойник. Серьезно говорю. Запираюсь и писаю там. Да. Я вас не приглашу. Я знаю, поэтому меня не зовут в лучшие дома, как ты думаешь. Еще бы. Меня никто не зовет в лучшие дома. Поэтому, ровно поэтому. Сергей, мы сейчас начнем мечтать о двух санузлах, поэтому не надо, пожалуйста, про больное. Да, значит, раздельный санузел, раздельный санузел, это пережиток, потому что вы не знаете, где пописать, сидя в ванной. Это ужасно. Это ужасно. Да вот, пережиток. Да вот эти квартиры, это пережиток само по себе. Да все это, да все это кошмар просто. Слушай, хорошо. Ладно, значит, надо Москву реновацировать в Сочи или в Крым, то есть перенести. Я всегда в ванну хожу, когда моюсь, говорит Валентин. А если вы сидите там в шампунях и принимаете ванну, тогда что? Хорошо. Ну и зачем сидеть в ванной, спрашивает Дима Гармонист? Чтобы почитать, господи, Дима. Сергей, вы знаете, что... Садишь в ванну и читаешь. Сейчас я вас совсем шокирую. В некоторых пятиэтажках сидячий ванна. Вы, наверное, не представляете, что здесь такое. Но это похоже на душевую кабину. Я видел все. Я видел все. Она такая изогнутая. Но этого я не видел. Хорошо. Значит, секундочку. А где пописать, если в ванной кто-то завис надолго, говорит лимузин? Лимузин, надо иметь свой... Ну как? Можно я вам пишу нормальную квартиру? Нормальная квартира? Это ванна, унитаз. А, понял, понял. Ванна. Смотрите, что такое нормальная квартира? Ванна, унитаз, беде, рукомойник. Или лучше два рукомойника, ее и его. Но чтобы у нее был свой рукомойник. Но это, правда, очень важно, потому что вы на своем можете бросить какие-нибудь вонючие носки, например, и у вас там будут витамины, которые... Ну сейчас я же... А, конечно, забыл, какие же витамины. Ну какие-то витамины такие, которые ей не нужны. Вот. А значит... А у нее будет 50 тысяч всевозможных теней и этих самых, и насыщателей цвета кожи. Флюидов. Сейчас я помню тоже. Какие-то есть такие. Они вообще уже не красят, а просто делают кожу здоровым блеском. Ну вот, да, это что? Что такое? Вот такое. Филеры. Филеры, конечно, да. Это у нее будет. А у тебя нужно два рукомойника. Смотрите. Два рукомойника. Ну в смысле двойной рукомойник. Правильно? Отдельный. Для нее и для него. Это естественно. Потом нужно унитаз, беде и ванна. Мне кажется, вот это в одном туалете. В одном туалете. Во втором же туалете. Во втором. Достаточно унитаза и рукомойника. И беде. Беде не надо. Ну что им делать? Они что, гадят там, что ли? Излишне. Что они будут мыться? Не надо. Достаточно унитаза и рукомойника. Все. Рукомойник же гости используют как писсуар. Вы знаете. Вы, может быть, этого не знаете, но я вам открываю глаза на правду. А беде как кастрюлю. Я помню, вы мне рассказывали. Да. Слушайте. Хорошо. Значит, это второй туалет. Всего туалетов должно быть два в нормальном доме. Два. Как минимум. А лучше три для гостей еще третий. Нет, это когда гостевой. Да, это в большом доме. Нет, ну сейчас я посчитаю сколько. Один, два, три. Ой, ну началось. Че? Че? Ну сейчас все обзавидуются на Сергея. Не надо, пожалуйста. Один, два, три, четыре, пять. Пять? Пять. Пять или шесть. Я сейчас пытаюсь вспомнить. А общая площадь? Мне кажется, шестой и шестой тоже есть. А общая площадь? Четыреста восемьдесят метров. Господи. Ну минус гараж четыреста пятьдесят. Четыреста пятьдесят метров. Гараж вычитаем. Зачем нам гараж? Четыреста пятьдесят метров. Пять или шесть унитазов. В смысле туалетов. Я не помню сейчас. Когда-то шестой куда-то запропастился. Серега Надым. У меня буржуйка в квартире. Говорит Серега Надым. Хорошо. К вам можно в туалет подъедать. Таким образом. А на даче можно писать забу о ней, говорит Григорий. Это отдельное, изысканное удовольствие. Особенно, когда там крапива. Я не знаю, что у вас там за бане. Может быть, у него за бане конопля растет. У меня там же крапива. Как у честного человека. Так что все нормально. Ну хорошо. Давайте продолжать. Мы должны продолжить про Навального. Эй, Ку-Ку, что вы все про меня обсуждаете? У Навального квартира в Марине. А теща у Навального на Преображенке. В пятиэтажке. В пятиэтажке. Ему там тещи, его на тещи ломают пятиэтажку. Поэтому он пришел. Не давите на больное. Я вообще в коммуналке живу, говорит Анатолий. А брат, говорит Джей-Джей, товарист чей, говорит Бенч. Бенч, я рад вас видеть. Хорошо. Давайте говорить снова про квартиры. Давайте попробуем какое-то новое преломление. После этого митинга лучше станет или хуже? Вот у меня простой вопрос. После этого митинга ваше положение квартирно-пятиэтажечное станет лучше или хуже? Все очень просто. Да, лучше будет лучше. 134-21-35 будет хуже. 134-21-36. Я не спрашиваю так же. Так же тогда не звоните. Просто лучше или хуже. У вас будет с квартирами по результатам митинга, проведенного в Москве накануне. Ваше положение с пятиэтажечными квартирами станет лучше. Лучше. Получше это. 134-21-35. Похуже это. 134-21-36. 36. Понятно, да? Тут манька его понимает, что жизнь ее стала хуже. Ты помните эту песню прекрасную? Нет. Тут манька его понимает, что жизнь ее стала хуже. И в сердце с размаху вонзает 16 кухонных ножей. Нет. Это Серега Пролетария песня. А, господи боже мой. Серега Пролетария. Что-то напомнило мне. Он говорит, я замуж тебя не возьму. Жены не возьму. Так. И манька его тут тотчас понимает, что жизнь ее стала хуже. И в сердце с размаху вонзает 16 кухонных ножей. Прекрасно. Вот и все. После митинга можно еще раз запишу? В результате митинга, прошедшего в Москве на Сахарово накануне, положение с пятиэтажками станет лучше 134-21-35, хуже 134-25. Потому что выпустили пары, и все. Теперь можно крошить. Вперед, бульдозеры. Нет, Собянин уже сказал нам. Да, всех учтем. Всех учтем, товарищи. И даже, что интересно, всех, кто против. Но в микроскоп вас не видать. И все. Вперед. Значит, положение станет лучше 134-21-35. Положение станет хуже 134-21-36. И я останавливаю это голосование. Нет, оно продолжается. Оно продолжается, потому что много людей звонят. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Положение будет лучше или хуже? Доброе утро, Сергей. Меня Владимир зовут. Вот по опыту войны с властями московскими, я вам скажу. Давайте. Вот нас просто сносили в Бутово. Да. Отнимали землю. То есть первая волна пойдет. Они сейчас получат получше. Да. Вот после всех вот этих буч. Да. Сейчас власти дадут им побольше. 44-45 на 55. 45 лучше станет. 55 хуже. Первая часть хапнет. Всех остальных им сделают жизнь адом. И просто повыкидывают и дадут крохи. Я понимаю. То есть им будет хуже. Вот так вот. А вот Иван пишет. У нас во дворе идет сход. Собирают подписи. Хотят, чтобы их снесли. Просятся снестись. Слушайте, ну понятно, что есть те, кому это нужно. Да. Есть те, кто... То есть это же, ну, так очевидно. Мы вот с 2004 года мечтаем, чтобы нас снесли. Ну хорошо. Я понимаю, что есть люди, которые живут у метро в двух минутах в кирпичном доме. Да, им не хочется переноситься. Им не хочется. Им здесь нравится. Новости 9.30. Внимание, внимание. Говорит Москва. В Москве половина десятого. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года. Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств. К угрозам безопасности экономики отнесены дискриминационные меры против ключевых секторов и рост конфликтного потенциала в зонах интересов России. Указом президента правительства в трехмесячный срок должно разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, которые необходимы для реализации стратегии. СМИ сообщили об объявлении в розыск родственника полковника Захарченко. По данным «Новой газеты», сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина подозревают в дезертирстве. Отмечается, что он женат на сестре арестованного по обвинению в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко. По информации изданий, дело о дезертирстве было возбуждено после того, как Сенин самовольно покинул службу и силовикам не удалось его разыскать. Цитирую, в конце апреля уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверений и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся, приводит газета слова источников Федеральной службы безопасности. Собеседник издания отметил, что по предварительным данным Сенин покинул Россию по подложным документам. Мотив действий сотрудника ФСБ устанавливается, однако предполагается, что побег связан с расследованием в отношении Дмитрия Захарченко. Напомню, при обысках в квартире полковника МВД нашли 8,5 миллиардов рублей до ареста. Он руководил антикоррупционным главком Министерства внутренних дел. В поезде метро Москвы на станции Петровско-Разумовская возникло задымление. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, это произошло из-за неисправности тормозной системы. Пассажиров в составе высадили, задержка в движении поездов составила 5 минут. Китайские хакеры атаковали остановившие распространение вируса в Уанакрай домен. Как сообщает Индепендент, кибернападение оказалось безуспешным. В лаборатории Касперского считают, что за попыткой взлома вряд ли стоят сами создатели вируса. Им было бы проще не захватывать занятый домен, а написать новый вариант Уанакрай с небольшими изменениями. Специалисты по кибербезопасности полагают, что хакеры хотели узнать число пострадавших. По другой версии, злоумышленники собирались присвоить себе домен, который остановил распространение вируса, чтобы приобщиться к слове его владельца. 12 мая Уанакрай заблокировал файлы на десятках тысяч компьютеров по всему миру. Для дешифровки данных требуется выкуп от 200 до 600 долларов. 13 числа британский программист воспользовался лазейкой, которую оставили сами создатели вируса-вымогателя, и зарегистрировал домен-выключатель. В США в возрасте 68 лет скончался актер из города Грехов и Мстителей. Пауэрс Бут умер во сне, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Бут сыграл более 60 ролей на телевидении и в кино за исполнение роли Джима Джонса в фильме «Гаянская трагедия. История Джима Джонса» актер был удостоен премии Эбми. В завершении о валюте официальный курс доллара 57 рублей 16 копеек евро 62.09. О погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 12. В течение дня воздух прогреется до 16 градусов. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Пока кто-то меряется скидками, мы возвращаем до 20% от каждой покупки с картой Home Credit Eldorado. LED-телевизор Samsung за 19 999 рублей и 4 тысячи бонусов на покупки. Просто оформите в магазине карту Home Credit Eldorado. ООО «ХКФ Банк». Лицензия ЦБ 316 от 15 марта 2012 года. Eldorado. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. В этот понедельник после 15. Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Туристический сервис в российских городах. В студии генеральный директор журнала «Отдых в России» Антон Семенов. В этот понедельник после 12 часов. Программа «На чемоданах». Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям. После часа дня. Культура повседневности. Говорит Москва. Насчет погоды люди спрашивают. Люди, интересно, какая погода. Вы хотите погоду? Ну, сейчас, я знаю, вы все привыкли к тому, что я вас балую погодой. Пожалуйста, я вас балую погодой. Я сегодня выехал еще раз в 5.30 на мотоцикле. Проехал до Нахабинского поворота. Развернулся, поехал домой. Переоделся, сел в машину, как человек. В машине же я включил. На отопление плюс 22. А подогрев сидения и подогрев рулевой колонки. Ну, руля, руля. А у вас нет электроподогрева отложенного, который заранее? Может и есть, но я не знаю. Я сразу все включаю. И все. Он моментально греет очень быстро. Чтобы к 5.30 уже тепло. Нет, когда я подъезжаю к охране, проезжаю там 200 метров, у меня уже все теплое. Ты что, у меня очень быстро все греется. Ну вот, значит, смотри. В 10 утра будет 11, все, солнце. В 15 часов, я просто про 15 часов сразу. Плюс 15, солнце. В 17 часов, плюс 15, солнце. Завтра, завтра, завтра дождь. Дождь начинается в час ночи, где-то в 3 часа ночи начинается дождь. Это на завтра. И у нас в 6 утра, соответственно, 8 градусов дождь. Потом дождь закончится к обеду в 14 часов. Дождя уже не будет. Будет плюс 7. Завтра кислый денечек. Плюс 7. И после дождя или дождь? Вот так будет. И в среду, наконец, в 6 утра будет плюс 3. Опять я не смогу поехать на мотоцикле. Черт, я все время думаю, когда же я поеду на мотоцикле? Это ужасно. В этом году не пришла весна? Да. Ха-ха-ха. В субботу, 21 градус. А, я не верю. Я верю. В субботу 21. Все равно будет холодно. Верь. 21 и холодно. Нет, 21 будет и 10 градусов ночью. Ночь, меня интересует ночь. Ночь, потому что я с утра сажусь на мотоцикл. Я вас обрадую чем-нибудь хорошим. Секундочку. Нет, вот, пожалуйста, Керчь. Керчь. Можно Керчь посмотреть? Керчь. А, значит, Керчь. 16, 15, 18, 15, 17. Немного. Но ночью 15. Керчь. Днем 18, а ночью 15. Понимаешь? Вот это круто. А в Петербурге сегодня дожди. А в Барселоне-то вообще. 24, 25, 23, 22, 25, 25. Все время. Ночью 16. То есть ранним утром можно садиться на мотоцикл. Нам это неинтересно. Нет, нам интересен Нью-Йорк. Живёт враг. Как живёт враг, пожалуйста. Трамп Тауэр там и так далее. Наши, наши заклятые друзья. Секундочку. Значит, у них будет... Можно я скажу, в Нью-Йорке сегодня же понедельник будет, а не когда проснутся, будет понедельник. Правильно? Понедельник. А в среду в Нью-Йорке плюс 31. 31 градус. Цельсия. Нет, Цельсия. 31. А в четверг в Нью-Йорке плюс 31. Ужасно. Цельсия. Просто кошмар. А в пятницу в Нью-Йорке 27. Это очень тяжело. Неровный климат. Потому что, значит, понимаешь, что сегодня будет 18, а в среду 31. Вот такой скачущий у них быстрые перемены климата. Сегодня 31. У нас-то всё ровно. У нас всё ровненько. Всегда зима. Всегда зима. Всегда задница. Конечно. Слушай, ты видела пьяного Мэра Хима, который поздравляет ветеранов. Он даже нам дал комментарий. Он нам сказал, что это микрофон. Мы звонили. Микрофон. Да, да, да. Он вчера дал радиостанцию, говорит, Москва распространила его комментарии. Но самое забавное, что он считает, что это микрофон. Вот послушайте. Волошин. Добрый день. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, химчане, друзья. Великая Отечественная война закончилась 72 года назад. И мы одержали победу над фашистизмом. Что-то у нас с микрофоном не пойму. Ну ладно. Может быть, инсульт у человека начинается. Вот вы, я говорю, сейчас спрашиваю. Вот это злорадство мне не нравится ничье. Я объясняю. Может быть, у нее начинается инсульт. Отнимается артикуляция первым долгом. Правильно? Артикуляция. Ну, проблема с артикуляцией. Инсульт. Инсульт. Человек не может говорить. У него половина лиса фашиза. Почему? Он выговаривает, пытается. А он стоит, как в стойке оловянной солдате. Как этот самый. Как спартанский мальчик, которого живот выедает лиса. Может быть, у него под пиджаком лиса. И она выедает ему живот. Вы смеетесь. Я смеюсь. Когда мы с ним говорили, я начала ему верить. Потому что он, в принципе, говорит так достаточно... Ну, в общем, не очень бодро. Не бодро. У него инсульт постоянный. И под пиджаком сидит лиса, которая выедает ему внутренности. Ты знаешь эту историю? Ну, как всегда у вас очередная притча. Нет, ну, это история про спартанского мальчика. Ну, это известная история про спартанского мальчика. Если бы ты жила в Спарте, ты бы ее знала. Меня бы сбросили сразу же со скалы. Одним мизинцем я так смахнула и бы пошла. Нет, вы на себя наговариваете. Ты была бы нормальной спартанкой. Слушай, значит, в Спарте во время построения один из мальчиков под хитоном спрятал лисичку, лисенка. И построение было длинным, долгим. И этот лисенок разгрыз ему живот. И мальчик умер. Умер, но не дрогнул, не нарушил строй, не пошевелился, ни одной мимической мышцей своей не отобразил боли, пока лисица выедала ему живот. Меня аж скрутило прям сейчас все. Он не смел, потому что дисциплинка, дисциплинка. Понимаешь? В Спарте у них какая действовала. И этот химкинский мэр, он спартанский мальчик в сущности. У него под пиджаком лисица. Здесь у него в голове инсульт. И все думают, что он пьяный. Хорошо человеку? Я целиком на его стороне. Ну понятно, что он больной и так далее, но мужественный человек. Все, прекратите к нему приставать. Лучше спросите, почему липы меняют на Тверской по 200 тысяч. Правильно? Нет? Сейчас разберемся. Регнум пишет, что москвичам предстоит оценить траты на запутанную... Запутанную? Почему запутанную? Посадку деревьев по программе «Моя улица» в конце 16-го года город украсили свежепосаженными в мороз липами. Знаешь, мне кажется, действительно, ну потому что липы, ну это же поставки, это поставки. Поставили эти липы, сколько-то, огромное количество. Это все непросто, непросто. Пойди-ка сделай это, нелегко же. Нелегко же тебе вырастить, где-то их надо и так далее, потом привезти, потом то. А морозы грянули с 1 ноября. Это нормально? Нет, ненормально. Никто же не знал такого. Нет, ну правда. Ну я сейчас серьезно говорю. Почему вы надо мной насмехаетесь? Ведь надо было посадить... Я тебе объясню сейчас. Дерево должно утратить вегетативную активность. Живу, у тебя есть вегетативная активность? Есть. Определенно. У меня тоже. Смотри, я сейчас вот чаечек хлебаю. У нас есть вегетативная активность. А нужно, чтобы оно хибернейт. Чтобы оно впало в хибернейшин, в спячку дерева. Утратило вегетативную активность. И в этот момент его бесполезно... Законсервировалось, я бы так сказала. В сущности. Его можно в этот момент безопасно пересаживать. Да. Куда-то кантовать. Оно немножко в гроге такое, как будто датае такое дерево. И вообще пересаживают цветы, все такое весной где-то... И осенью. Лучше весной. И осенью. Ну да. И осенью можно... Когда оно утратит вегетативную активность. Вот когда надо. И это короткий, по-настоящему короткий период. Осенью он короче, чем весной. Да. И ты все время напрягаешь своих таджикских партнеров словами, что не забудь пересадить дерево. Не забудь. Обязательно пересадить дерево. Вот это надо выкопать и пересадить. Они говорят, да, хозяин, и все. Они говорят, так точно, хозяин. И всегда это не делают потом. Никогда. Весной это труднее делать, я тебе объясню. Потому что весной тебе надо... Смена провезла. Конечно, надо подождаться, когда земля оттает. Как только земля оттаяла, уже пошел сок в дереве. А осенью это удобно. Да, но здесь сажали не в землю, не в грунт, а здесь с грунтом сажали в какие-то катки, насколько я помню. Сначала в катки, а потом в землю. Не-не-не-не, а потом в землю. В ноябре, к сожалению, потому что деревья пришли поздно. А в этот момент уже они хибернейт, но уже начались морозы. И тут-то вот это было противоречиво. Понимаешь, таджики подвели опять, мне кажется. Но каждое дерево стоило 200 тысяч рублей, утверждают эти дивные люди, публиканты. Ну, я, кстати, верю, потому что в питомниках я вот смотрела всякие какие-то елочки декоративные на дачу. И уже дикие цены. Стоимость каждого посаженного по программе дерева, например, в Таганском районе, составляет порядка 200 тысяч рублей. Что значит порядка? Порядка чего? Что это за порядка? Это военный термин. Порядка. Значит, 10 тысяч, порядка 200 тысяч. Или что это? Несколько сотен либ. Никакая из этих либ не взошла. Какая-то взошла, может быть, одна, но ее все равно выкручивают теперь уже до кучи. Понимаешь? Но я тебе думаю, я думаю, что город здесь не прогадает. И горожане не прогадают. А это выставят той фирме, которая сажала деревья. Ну, вот нам, кстати, пишут, что, скорее всего, контракт с гарантией. Конечно. То есть они выставят это той фирме, которая сажала деревья. Тот фирмач, который сажал деревья, продаст свою свежекупленную яхту. Он, может быть, только что в Генуе построил яхту. К марту месяца. Придется продать. На вырученные деньги. На вырученные деньги. Да, абсолютно верно. Он купил мегаяхту. В Генуе построил. И сейчас он ее продаст спешно. И чтобы он якорь поднял. Да, да, да. Вышел в открытое море. Да, да. Разворачивай. Почесал волосатую грудь свою, стоя на кокпите. И раз, и все. Продавай. Он его назад в Генуе говорит. Ну, все, назад. Снова липы покупай. Жен, он снова купит яхту в результате. Сейчас когда он сделает. А, теперь ты за свой счет. Конечно. Теперь ты за свой счет. Правильно я рассуждаю? Кто у нас урбанисты? Позвоните, пожалуйста. Товарищи урбанисты. 73-73-94-8. 73-73-94-8. Алло, здравствуйте. Ну, что с липами-то? Да. У нас мор примерно то же самое делает в Клино. Клино. Они заключают договоры с самыми дешевыми поставщиками. Ну, как они покупают. Да. Делают тепля. Морсунация. И, наверное, выигрывают денежку какую-то. Ну, и все. Ну, да, ну, да. Слушай, а еще пишут на Триумфальной? На Триумфальной дереве пожили два года, а теперь сдохли. А почему я объясню. Понимаете, почему, да? Ну, конечно. Потому что они сожрали тот ком. Они же их сажают с комом. Вот этот ком дает ему ровно на два года жизни. А потом через два года дальше уже питаться нечем. А из окурков-то они не могут брать питательные вещества, правильно? Ну, естественно. Ну, и все на этом. Окурками кто может питаться? Кроме керченского бычка. Бычок в Керчи на окурке ловится. Но больше нигде, товарищи. Это единственное место на планете Земля. Поэтому бычок. Бычок, что он дурак. Бычок дурак полный. Бычок ловится даже на бычка. Просто бычка режешь на куски и ловишь бычка на бычка. Понятно. И все. Ужас какой-то. Ужас. Я ни разу не ловил, но думаю, он ел бы и окурки. А дерево не ест и окурки. Я думаю, вы имеете... Бычок, окурок называют бычок. Вы же знаете, да? Это бычок в Питере Хабаре. Ладно, хорошо, я поняла. Керчи, бычка... Бычок. Бычок. Керченский бычок. Я знаю, конечно. Рыба. Да я знаю, да. Вы сказали, что ловит бычка. Двух разновидностей. Одна песчаник серенькая. В томате я знаю. А вторая я не произнесу этого слова, потому что она будет... Мне по 282 пойду. Ж, вторая буква И, а третья Д. А, поняла. Значит, это черный бычок. Черный. Жит его зовут. Я поняла уже. А светленький песчаник. Ловит как тех, так и той тех. Тот, который черный, он между камнями. А который песчаник, он в ямках таких на дне. Да, ну что делать? Приходится есть и тех, и тех. Понимаешь, в рамках керченской неразборчивости. Хорошо. Деревья раньше сажали бесплатно пионеры, говорит Авилов. Чтобы развеять скуку, секундочку. Так, от этой фирмы остались только рога и копыта. Не надейтесь, говорит 26-й. Эти садовники сбились в УПГ. Первая успешная акция устрашения газон-зенит-арены. Вторая липы. Налиповые деньги, прекрасные, получается, яхты. Татьяна писала. Спасибо, Татьяна. Фирма давно слилась. Кому выставлять претензию будут? Вот вы наивные, говорит Андрей. Ничего, нормально. Тогда оставите эти, забальзамировать деревья. И пусть они будут такие. И кибаны? Долина смерти, конечно. Развесить туда ленточки какие-то. Пожелания какие-нибудь к Дню России, 12 июня. Обвешать ленточками разноцветными и все такое. Ну, как только раз. Конечно. 7373948. Кто разбирается в деревьях? Давайте, здравствуйте. Сергей, доброе утро, Леонид. Здрасте, Леонид. Занимаюсь недвижимостью, поэтому с такими вопросами, как деревья, озеленение и так далее, приходится сталкиваться. Да. Ну, вот здесь конкретно, смотрите, тут вопрос вот в чем. Надо смотреть контракт. Какая там гарантия? Может, гарантия уже кончилась? Бывает, что гарантийные обязательства очень короткие по контракту. Да. Вот. Но и верно вам писали. Основная эта проблема даже... Вы пропадали. Умные люди, ОООшки... Алло, алло. Да, 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 да. Умные люди, ОООшки, которые выиграют госконтракты, по факту подписания актов выполненных работ, банкротят и уничтожат. Как раз на тот случай, чтобы некому было выставлять претензии гарантийные. Да, да, да. Поэтому не факт, что получится по гарантии обратиться. Да, да, да. Примерно так. Да, спасибо большое. Я тебе скажу, что такое дерево. Дерево. Ну, просто можно я расскажу и всем. Объяснись, пожалуйста. И я расскажу сейчас это, пожалуйста, московским озеленителям бесплатно абсолютно. Бирюкову, всем. Дерево нуждается в органике, неорганике и влаге. Нужна органика, неорганика и влага. Вот эти три вещи. Значит, смотри. Значит, смотри. Я как делаю. У меня очень плохой участок. Вот где я живу, и там пять туалетов, то ли шесть, то ли пять, я сейчас не помню. Там очень плохой участок. В смысле, он большой, но там такая глина, на которую последняя сволочь даже не взойдет. Уже последняя сволочь. Это за то, что у вас пять туалетов точно будет. Да, но зато большой участок. И я, значит, на этом участке, что я делаю? Я сажаю деревья, но их надо, а, поливать, б, неорганику, где они берут, мы не знаем и не хотим знать, кстати. Но мы покупаем постоянно на конюшне 21 век по 150 рублей мешок. Навоз. Навоз, и мы вокруг деревьев укладываем навоз, не прикапывая в землю, чтобы не сжечь корни, а таким образом, чтобы, естественно, при поливе навоз отдавал органику туда. Так. Ха-ха, помаленечку. Отсюда вывод. Растут эти самые австрийские сосны. Да. Растут какие-то маленькие сосны, которым положено пять метров вырасти. Растут карликовые сосны, растут клёны, что хочешь, тополя, что там, я забыл. Шикарно. Хрень всякая разноцветная. Это всё. И яблочки, и всё на свете. Понимаешь? Тля их жрёт. То есть видно, что всё... Всюду жизнь, да. Всюду жизнь, да. Но много надо навоза. В этом году купил 12 мешков навоза. Их, Бин, я. А чудовищно воняет конский навоз. Ничего не воняет. Да. Конский навоз – это то, что ты можешь носить в карманах. Это не свиной навоза. Чего он тут? Не человеческий, не собачий. Конский навоз пахнет конюшней. Лучший запах в мире. Ты можешь набить его в карманы, размазать подмышку. А чем я пахну? Понюхай меня. Я пахну конским навозом. Кошмар. Это лучший запах для рыцаря, для мужчины. Конечно. Понимаешь? Значит, 12 мешков в эту весну. В эту весну. Атенсион. В следующую весну что я сделаю? Купите 12 мешков? Нет, 6. Я куплю следующую 6. Почему? Я не хочу слишком много. Кстати, а сколько стоит? 150 рублей мешок навоза. Но у нас там работает родственник на навозе. То есть у моего садовника, с его деревни, там работает парень. Ну понятно. Внимание. У мэрии-то нет таких связей шикарных. Внимание. Это значит, что когда мы выбираем опилки и навоз, то наш человек из нашей деревни, из Средней Азии, наш человек, выбирает нам чистый навоз, а не опилки. Опилки он отряхивает в сторону. Пусть другие купят опилки. Кто не из нашей деревни, пусть покупают опилки. Пошли нафиг. Понятно? То есть мы покупаем чистейший. Какашечка к какашечке. Чистейший. Понимаешь? Как в хранилище Центрального банка. Золото. Шутки про какашки, они, ну, конечно, самый беспроигрышный вариант. Но если мэрия этого делать не будет, то у них все сдохнет. Мэрии следует завести, кроме деревьев, какую-то огромную конюшню. Скиньте им контакты, но в конце концов. Большую конюшню. И там покупать конский навоз. И тогда у них все будет полыхать. Только надо под каждый положить побольше этого навоза. Все, и все, будет хорошо. 73739, ну, я рассказываю, бесплатно, причем даю советы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, по поводу посадок деревьев. Да. За такие деньги деревья можно сажать круглосуточно и круглый год. И поливать их соляркой еще к этому, чтобы они получше... Получше засыхали. Получше засыхали. Конечно, конечно, конечно. Сергей, а вы заметили, что каждая тема у нас с вами сегодня сводится к... К коням, к коням. К коням, Сергей, к коням. У нас страна липовая, в березовых ситцах. У меня жуткая аллергия на конюшни, говорит Всеволод. Вы только обсуждаете, а я чувствую, анафилактический шок начинается. Нет, ну, хорошо. И видите, я вас отпустил все-таки. Отпустил подышать чуть-чуть. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Полковник. Здравствуйте. Я не специалист по деревьям, но я специалист по посадкам, как вы знаете. Да, да. Так вот, вы знаете, мне кажется, что мэрия здесь, как бы это сказать, простите, мой французский, окончательно оборзела. Потому что грамотные люди на контрактах государственных воруют немножко по-другому. Ну что? То есть они выигрывают контракт, подставляют помоечную фирму, которая выигрывает контракт по минимальной цене. Вот самое-самое. Ну, условно говоря, вот, Сергей, допустим, самое дешевое дерево стоит, допустим, 5 тысяч рублей. Например? Ну, оно как-то... Например, они говорят, ну, неважно, да, они говорят, а мы по тысяче привезем и посадим еще за все эти деньги. Да. Ну, то есть заведомо, как бы вот они не укладываются в эту сумму. Но поскольку конкурс обговорен уже много лет назад, да, что называется, и как бы уже ясно, какая фирма выиграет, то после этого выигрыша фирма заключается с той же мэрией допсоглашение, которым цена увеличивается до невероятно, так сказать, нужных размеров. Да. И вот это уже увеличение пилится и разворовывается. Ну, а когда мэрия под 200 тысяч покупает дерево, извините, но это просто, ну, как бы настолько люди обленились, да, что даже красиво украсть. Не, ну, это в Польше где-нибудь покупается. Слушайте, полковник, ну, мы как хлеборобы с вами понимаем, что пока... Ну, вы хлебороб же, как и я, правильно же? Боже, конечно, да, у меня тоже дома участок. На самом деле я переучился, я кочевник был раньше. Смотрите, мы же с вами понимаем, что они с комом сажают, с комом. И пока в этом коме есть старые удобрения, это дерево живет. То есть ему жизни полтора-два года, потом оно умирает. Даже меньше, даже меньше, если сажать в центре Москвы, где выхлоп, где соль с дорог постоянно брызгается туда и так далее. А если еще сажают, лишь бы что бы, потому что ведь 200 тысяч за дерево, это примерно, как один говорил мой знакомый, это, конечно, злые языки и климета, но он говорил 70 на 30. Ну, то есть, и когда ему он пришел, так случайно, что называется, нечаянно выиграл контракт, ему сказали, такой, 70 на 30. Это, конечно, клевета, я, конечно, никто этому не верит. Да, и я вообще. И не помню, кто это такой был, да, но он сказал. А 70 себе или 30 себе? Он говорит, ребят, ну 30 я, конечно, постараюсь. Он говорит, нет, парень, ты не понял, 70 сюда. О, мама, как элегантно, как элегантно. Ну, вот, Сергей, ну а с 200 тысяч, извините, за дерево. Я прошу прощения, вы не могли бы пояснить наивным глупым ведущим, что это значит? 70 отдаешь. Отдаешь. 50 отдаешь, Сергей. А 30 себе на яхту. А 70 отдаешь, а 30 везешь в Гену и строишь яхту. Ну, примерно так, да, из этого еще и на яхту. Ну, это было при Лужкове, а что вы говорите? Конечно, это было при Лужкове. Это у него... Сергей, ну, это же условно. Это не может быть сейчас. Это не может быть сейчас, нет. У меня кредит 200 тысяч, надо выкопать одно дерево, отнести его в банк, говорит Максим. Поворачиваем к школе. Почему? А как тополя сталинские живут? Живут как крапива. Тополя сталинские живут как крапива. Их не надо, ничего с ними не надо делать. Нужно такие деревья сажать, которые вредительские. Нужно сажать вредительные. Березняк какой-нибудь сажать. Ну, это именно то, что я сажал иргу, я тебе хочу сказать, ирга. Знаешь, она сибирское растение. Но его много довольно-таки в Подмосковье. Да. И эта ирга, она растет как сорняк. И чем больше ты ее истребляешь, тем больше она густится, и кустится, и... Она как береза становится этим кустарником. Как солдаты Урфина Джуса совершеннейшие. Она просто, наверное, вскакивает, и все... Слушайте, а правда, если бы березы посадили какие-то, ну, мне кажется, было бы очень красиво. Кусты какие-то зловещие. Не обязательно... Зловещие какие-то кусты. Почему можно стволовые деревья посадить? Мне кажется, это было бы здорово. Стволовые? Ну, в смысле, ствол такой нормальный, березы. Я понимаю. А может быть, вообще это лишнее? Без деревьев. Может быть, без деревьев. Не надо. Зачем деревьев? Ничего. 59 минут, между прочим, 17 секунд. Давай в движение. Движение. Проболтали мы с этими березами. Потому что все оказались землепашцами и хлеборобами. Вот я смотрю на вас, так сказать, поподробнее. Ребят, сегодня плохой день. Сегодня много баллов. Сегодня плохая Москва. В особенности в центре. Значит, я вам хочу сказать, что начиная от Садового и дальше внутрь, все абсолютно ужасно. Все. Дальше. На Рязанке очень плохо. На Рязанке совсем плохо по направлению к центру. И очень плохо на третьем транспортном кольце, на вот здесь Тугрешское, где и с Волгоградским проспектом пересечение. Новости. Внимание! Внимание! Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Десять часов в Москве. В студию Ольга Данилевич. Здравствуйте. Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года. Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств. К угрозам безопасности экономики отнесены дискриминационные меры против ключевых секторов, рост конфликтного потенциала в зонах интересов России, отставание в области разработки и внедрение новых цифровых технологий. Указом президента правительство в трехмесячный срок должно разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, которые необходимы для реализации стратегии. Арбитраж в Башкерии зарегистрировал иск Роснефти и Башнефти КФК-систем. АСЦ рассчитывает взыскать 106 миллиардов 600 миллионов рублей. Аналогичное заявление 2 мая было подано и в столичный арбитражный суд, однако он вернул материалы без рассмотрения. Тогда пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил, что компания считает такое решение техническим моментом. Цитирую, мы изначально подали одинаковые иски в арбитражные суды Москвы и Уфы, чтобы избежать возможных процессуальных коллизий. Это сделано для того, чтобы суды сами определились с подсудностью. Для нас это не принципиальный вопрос, отмечал Леонтьев. Напомню, по его словам, ИСК и ФК-система связан с возможным выводом активов. Ответчик уже заявил, что считает требования Роснефти и Башнефти незаконным и необоснованным. В МИДе подтвердили сообщение об убийстве женщины и ребенка сотрудникам ведомства. Как заявили радиостанции, говорит Москва в департаменте информации и печати министерства, обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. Ранее поступала информация о том, что женщины с ребенком находились дома у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружье и не менее двух раз выстрелил в своих гостей. От полученных ранений обе скончались на месте. После этого мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. В Москве скончалась актриса Ирина Карташова. Народной артистке России было 94 года. Как сообщили РИА Новости в театре имени Моссовета, где служила Карташова, время и место прощания и похорон будет объявлено позднее. Актриса сыграла десятки ролей в театре и кино, среди которых картины «Живой труп», Фома Апискин и Ефросини. Также она озвучила 300 фильмов и мультфильмов. Экс-глава Пентагона заявила об ухудшении отношений России и США при Дональде Трампе. По словам Роберта Гейтса, после выборов президента Соединенные Штаты не идут ни на какие уступки Москве. В интервью CBS News он отметил, что это показали итоги визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По мнению Гейтса, вмешательство Москвы в американские выборы имело место, но это было ответом на попытки США повлиять на избирательную кампанию российского президента в 2012 году, а также на американское участие в так называемых цветных революциях в странах Восточной Европы, в Грузии и на Украине. В завершении о валюте официальный курс доллара 57,16 рубля, евро 62,09. О погоде в Москве сейчас по данным Гесметио плюс 12. В течение дня воздух прогреется до 16 градусов, осадков не ожидается. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Реклама. Пока кто-то меряется скидками, мы возвращаем до 20% от каждой покупки с картой Хомкредит Эльдорадо. Умный чайник-светильник «Редмонд» за 2999 рублей и 600 бонусов на покупки. Просто оформите в магазине карту Хомкредит Эльдорадо. ООХ КФ Банк. Лизензия ЦБ 316 от 15 марта 2012 года. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио Говорит Москва совместно с Русфондом собирает деньги на спасение 10-летней Ани Язевой из Московской области. В прошлом году у Ани появились боли в спине. После обследования выяснилось, что у девочки сколиоз, который быстро прогрессирует. Справа на спине уже заметный горб. Родители выполняют все рекомендации врачей. Но девочке необходима постоянная поддержка позвоночника. Врачи рекомендуют ортопедический корсет Шино, который изготавливают по индивидуальным меркам. Цена такого корсета 145 390 рублей. Вы можете помочь Ани Язевой, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь. Ранья дров, Сережа, серебряный рожок. 10 часов 6 минут. Понедельник, 15 мая. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Дарья Хнора, ведущая этой программы. Здравствуйте, посмотрим доллар. Доллар, доллар, доллар. Так, секундочку, Сергей, спрашиваю, как Амича. Стыдно вам задавки в очередь за сахаром? Ну я, да, Амич, но у нас на заводе полет у нас не давились. Это где-то в центре. Где они там давились? Вы знаете, где этот магазин? Секундочку, давайте посмотреть доллар. Это важнее, чем Омск. О, вот если меня знают, что важнее, Омск или доллар? Скажи, пожалуйста. Я моментально, чистосердечно скажу вам. Доллар важнее Омска. Да, 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 да. Секундочку. 56,60. О чем это говорит? Я вам говорил, что он на 56 уйдет скоро? Да, я вам говорил. Но это будет недолго. Слушайте, нет, ну правда. Я думаю, сколько еще будет хорошему рублю? Ну, думаю, вот так, если разобраться. Неделя 4. А потом что будет? Ну, он должен падать. Неделя 3-4, я думаю, еще хорошего рубля. 3-4. Ну, в июне еще будет хороший. До праздника. А там потом, я не знаю, поручиться не могу. Нет. Ну, потому что 25-го ОПЕК. И сейчас начался разгон. Сейчас наши высказались. Саудиты высказались. Что опять на 9 месяцев ограничения. То, сё. И так далее. Я думаю, что, естественно, это усиливает нефть. 51,83. Видишь, голубушка. Мы ее тоже на 48 видали. Да. Пожалуйста, 51,83. Это серьезный хороший уровень. 1,09,46. Видишь, пошла этот самый. Был 1,08,80. Где-то 1,08,68. У нас в пятницу этот самый евро. Сейчас 1,09,45. Евро пошел вверх. Понимаешь? Вот. И 61,90 по евро у нас рубль. Итак, запоминайте. 56,56. 56,57. 56,56. Это сейчас рубль к доллару. То есть рубль снова восстановил свои позиции. Все уже ждали его там на 58. Что там на 58. 58,26 мы видали на прошлой неделе. Правильно? Всё. Я вам говорил. Не будет так. Не будет. Вот оно и пойдет на 56. И он пошел на 56. Хорошо. Почему государству выгодно уронить рубль? Ну, это понятно. Почему выгодно в короткой перспективе? Потому что обязательства бюджета выполнить легче. У бюджета есть обязательства. Они рублевые. Поэтому, а получают они из нефтяных компаний доллары из газа. Из газа, из нефти получают доллары. Поэтому за те же самые доллары можно больше выполнить обязательства бюджета. Мне кажется, что это очень очевидно. Но другое дело. Хорошо ли это в долгую. То есть это как бы, может быть, хорошо на короткий какой-то срок. Хорошо. Слушайте. Значит, я хотел про вирус поговорить. Про этот ужасный. Создатели вируса-вымогатели выпустили обновленную версию. Теперь ему не мешает обращение к сайту. Знаете, что там чудесным образом, совершенно чудесным образом, мир был спасен одним программистом. 22-летний самоучка, да, нашел в этом коде какое-то, значит, имя домена бессмысленное. И он взял и зарыгал такой домен. Да. Это стоило меньше 11 баксов. Да, да. Ну, честно говоря, когда я читала первый раз... Давай, 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 давай объясним, давай объясним. Нас слушает бабушка, они не понимают, их Тверштейн вообще ничего не оценивает. Значит, смотрите, вирус, он требует, когда вирус... Вы открываете экран компьютеров своих, своих нехороших второсортных компьютеров, потому что первосортные компьютеры фик ловят подобные вирусы, ну, неважно. Вот, значит, хорошо. Вы открываете, там написано, дай 300 долларов. 300 долларов вам, да? Да. Вот, значит, хорошо. Вы не даете никакие 300 долларов, а, например, вы даете. Вы даете. Тогда они вам на этот вирус сажают тему, что... Они с ним могут сообщаться. Что он обращается к имени какого-то сайта, которого не существует. Это абсурдный сайт с абсурдным набором букв, невероятным абсурдным набором букв. И вот этот, когда он обращается к этому сайту, он прекращает действовать. То есть он у тебя сидит по-прежнему в компьютере, он никуда не делся. Просто он при каждой попытке действовать должен обратиться к сайту, как такого-то названия, странного левого названия, которого не существует. Но когда он это обращение делает, он обезвреживается. Остается у тебя в компьютере, но не действует. За то, что ты типа заплатил деньги. Я правильно понимаю, для чего они запустили это? Человек совершенно спокойно взял и зарейдил такой сайт. И он есть. Теперь есть. И все эти вирусы на всей планете Земля, прежде чем начать действовать, обращаются к этому сайту. А он есть. И, соответственно, прекращают действовать. Но говорят, что вот эти вот злокозненные хакеры. Кибер-преступники. Абсолютно. Отморозки кибер. Распоясавшиеся негодяи. Кибер-негодяи. Кибер-распоясавшиеся. Кибер-негодяи. А они прописали фигню так, что он теперь не обращается к этому сайту. Обращается к какому-то другому. И они взорвут сейчас вообще в понедельник, когда все это начнется, опять взорвут весь мир. Но это смешно и так далее. Больше всего пострадали русские, как ни странно. Больше так. Мы больше всех пострадали. И еще и репутационно тоже. Потому что англичане обвинили, что это мы и создали. Нет, наша какая-то группа, которая связана с русскими хакерами, украла УН, АНБ. Этот вирус распространила его. И, в общем, непонятно. В каждой копии вируса имя сайта ключа уникальное. Иначе как контролировать, кто заплатил? Вы знаете, я объясню, как контролировать. Можно по регионам сделать, по регионам, допустим, ну, условно, зеленоградец. Значит, зеленоград. Представим себе, что он размером с Австралию. Гигантский. 7 миллионов квадратных километров, один зеленоград. Значит, мы с вас требуем, и если вы заплатите, я вам не разблокирую сразу, а я вам говорю, во вторник ваш компьютер откроется. Там понедельник, условно говоря. Понимаете? И тогда я открываю весь регион. Ну, уж сколько взял с региона? Вот я взял с вас, там, со всего из-за награда. Наверное, 100 тысяч. Ну, хорошо, все, все. Все остальные я бесплатно разблокирую. Тогда так получается, понимаете? То есть можно не каждый конкретный экземпляр прописывать отдельный сайт, а можно прописать на регион. Тогда таких сайтов должно быть меньше. Разве нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Я вам объясню, почему пострадала больше всего Россия. Потому что больше всего пострадали те регионы, где ворованное ПО установлено. Вот поэтому Россия больше всего. Россия и Китай. МВД. А там тоже ворованное. Вы что думаете, там ангелы сидят, что ли? Ну, я с виду думаю, что ангелы, да. Потому что на нормальном ПО Майкрософт очень быстро закрыл заплаткой вот эту уязвимость. И ничего там у них не было зачастую. Ну, хорошо. А кто тогда хакеры? Хакеры? Ну, это, скорее всего, кто-то из рода анонимус. Я не думаю, что это россияне. Это, скорее всего, анонимус. Спасибо. У нас каждый второй Windows пиратский, с отключенными обновлениями, говорит Иван Бендич. Сергей. 300 долларов биткоин – это 500 тысяч долларов США. А-а-а. Ну, хорошо, Эрик. Я не знаю. Я, может быть, здесь не вчитался. Может быть, не до конца. Дело не в ворованном ПО, а в том, что обновления не устанавливали. Но дело в том, что именно в ворованном блокируют люди обновления, вы же знаете. Потому что, ну... Меня эта конетель не дергает с вирусом. Я пользуюсь Linux. Вирусов там нет. А винда нужна для рабочих моментов. Подпись документов обязательно для работы. Браузер Chrome и Explorer. Ну, значит, вы пользуетесь. Значит, пользуетесь Chrome. Значит, пользуетесь Chrome. А почему вы пользуетесь Chrome не на Apple iOS, например? Там Apple. Почему не на Apple? Не знаю. Вот я просто спрашиваю. Дурацкий вопрос. Ведь можно же Chrome и на Apple поставить. Так, Mac'ам все равно, пишет луноход. Это точно не анонимусы. Это проверочный троян в счетчик. Это всего лишь проверка, сколько левого ПО в мире, говорит Степан из Вайтрана. То есть, вы думаете, это сам Microsoft запустил? 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Если позволите, я объясню. Давайте. Значит, по поводу биткоинтов, значит, не зря так к ним внимание приковывается. Потому что в скором времени эта валюта заменит как бы всю бумажную тематику. Можно сразу вопрос по ходу? А если по этому же алгоритму запустят другую валюту? Ну, сейчас вообще как бы подбирается именно та вещь, которая заменит бумажные деньги. Это понятно. Потому что профессор Валентин Юрьевич Катасонов, вот как бы позиция такая у него, то что мы плавно движемся к электронно-банковскому концлагерю, где как бы все валюты умрут, соответственно, будет что-то электронное. Если мы с вами будем себя плохо вести или ругаться матом, нам немножечко карточку нашу прижмут, и мы не сможем ни в детей в садик отвезти, ни купить ничего. Это понятно. Соответственно, вот эти ребята, которые провели хакерскую атаку, они провели не для того, чтобы как-то денег срубить, а для того, чтобы привлечь внимание к этому биткоинту. Потому что это валюта будущего, соответственно, да, биткоин. Соответственно, вот мировые лидеры, ну, в том числе еврейской крови, соответственно, ведут битву за обладание этим материалом. Ну и поэтому как бы... А при чем тут кровь? Можно спросить, при чем кровь? Кровь, ну, соответственно, Священное Писание, там же все написано. Нет, я так далеко не в него... Про биткоины написано, Священное Писание? Нет, про биткоины не написано. Нет, нет, нет. Вот когда разговор начинается... Можно я обращусь к слушателям? Родные, среди вас есть очень много людей умных. Среди умных людей есть даровитые самоучки. Совсем даровитые. Понимаете? Но когда у вас такие страшные бреши в вашем интеллекте, когда вы начинаете говорить про кровь и про евреев, я, ну, это с полной серьезностью сейчас говорю вам, абсолютно полной серьезностью. Значит, это сразу... То есть, может, человек действительно умный, талантливый. Не верит, умаляет все его. Да, да, это сразу-сразу вас низводит... Ну, слушайте, как бы вы вдруг стыдную вещь говорите. Понимаете? Я очень ценю самоучек. Очень ценю. Очень ценю пытливых, интересных, даровитых людей. И много их встречал. Много их встречал. Но есть какие-то лакуны страшные такие вот. Они носят проверочный характер. Проверочный. Понимаете? То есть, когда я слышу какие-то проверочные вещи страшные в вашей речи, я сразу там палец указательный вниз... Не указательный, а большой палец сразу вниз и говорю, о-о-о. Все, приехали. Приехали. То есть, человек проверку не прошел. Обмен паролями, да. Да, обмен паролями вы не прошли. Понимаете? Вот это вот проблема есть. С биткоином, да. Пожалуйста, пожалуйста, родненькие. Когда вы поднимаете свой уровень образования, действительно светлые интеллектуальные люди, прекрасные, вы, пожалуйста, помните, что есть как бы проверочные вещи в мире. И вот эти проверочные вещи прокалываться нельзя. Ну, стыдно просто. Да, теперь про биткоин. Значит, я хочу спросить простую вещь про биткоин. Если система валюты будущего будет создана по алгоритму, такому же, как биткоин, но именно биткоин будет аннулирован как эксперимент, понимаешь? Да, 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 я понимаю. Вот мы с тобой придумываем гениальную фигню. Предположим, что это мы с тобой. Ну, например, мы придумали гениальную фигню. И эту модель впоследствии берут Соединенные Штаты. Например, ну просто... Как часто бывает, что русские что-то придумывают, а мы... Модель, математическую схему. Да. Но, значит, а нам говорят спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Даже с нами еще и не здоровались. А просто говорят спасибо заочно. Они говорят, прикольные эти ребята, Даша с Сережей, они придумали прикольную систему, и мы ее доработали. Но как колесо, она не требует патентования какого-то патента. Да колесо, ну колесо, у всех колесо. Значит, спасибо. И таким образом все, кто кладывается сегодня в биткоин, просто прогорают. Понимаете? Вот об этом вы не думали, что вы пролетите со своим биткоином как фанера. То есть потому что схема будет использована, но не биткоин... А биткоин будет аннулирован. Понимаете? Как игрушка, как фантик. Может такое случиться? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Доброе утро. Это Тараторка на Ларгусе. Да, да, здрасте. Я вот хотел немножко... Я в этом разбираюсь как самоучка, как вы сказали. Да. И знаю, что надо вот свою домашнюю сеть все-таки постараться ограничить. Да. Закрыть ее, мягко говоря. Я для этого поставил небольшую хранилочку. Ага. И не допускаю ее в общую сеть. Она у меня в локальной, во внутренней сети сидит. Да. И формально вот я могу сказать, что у меня были такие вещи, так скажем, на мой компьютер нападал этот вирус. На компьютере он все полностью у меня зашифровал и все остальное. Сломать мы с друзьями этот шифр не смогли. А биткоины вы покупаете? Кстати, вот Сан Чексон говорит, биткоины мы вкладываемся-то или нет? Я нет. Я еще пока месяц эта штука, пока другие не обожгутся, я в это не полезу. Ну, не хочу. Понимаете, в чем дело? Я думаю, вот если бы мы с вами вдвоем пришли к ребятам в гараж, которые создают Apple. Ну, а если я в гараже. И они на нас просят там на пиво, там, я не знаю, 100 долларов. И мы такие даем 100 долларов. А мы бы сейчас миллиардерами были бы. Понимаете? Ведь угадать на входе, угадать-то на входе самое милое дело. Ну, а если не угадаешь? Так ведь 100 долларов. Ну, а кто не рискует? Ну, а что 100 долларов? Не, это сейчас 100 долларов. А через месяц эти 100 долларов превратятся совсем в другую сумму. И ты будешь сидеть и думать, блин, столько денег потерял. Да. Понимаете, в чем дело? Я думаю про биткоин. Я сейчас серьезно говорю. Говорят, что это связано с биткоином. Действительно, биткоин пошел вверх. Если вы посмотрите курс биткоина, вы обратите внимание, что он пошел вниз и пошел вверх после этой провокации вируса. Да, это серьезная предпосылка. Тем не менее, биткоин это очень крутая пирамида, не более, говорит Федор Овчинников. Тем не менее, стоит ли вкладываться в биткоин? Вот мой вопрос дурацкий. Дурацкий вопрос заключается в следующем. Схема, по которой существует биткоин, гениальна и, вероятно, будет использована. Но сам биткоин при этом, вероятно, будет аннулирован. Или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Тоже знаком с этой историей. Я немножко так поверхностно, но тем не менее. Но помимо биткоинов есть еще большое количество криптовалют, по крайней мере, около 5-7. Да, но вот мы с товарищем готовим проект один по поводу криптовалютной биржи. История в чем, что если посмотреть историю биткоина, те люди, которые вложились в биткоины, которые стоили, грубо говоря, 50 центов в штуку, сейчас имеют где-то тысячу плюс долларов за один биткоин. Ну так, на минутку, да. И обратите внимание, но я не знаю, проследите, не проследите, там есть определенная связь технологическая, что биткоины все чаще и чаще растут именно во время каких-то боевых действий, ну, в горячих точках. То есть почему это настолько популярная стала валюта? Потому что с ее помощью можно очень легко и просто выводить деньги в другие валюты. И это же как бы, ну, не привязанная никакой валюте, ну, скажем так, единица, да? Я понимаю. Хорошо. Если правиться, вот меня Михаил спрашивает, кто может аннулировать биткоин? Жизнь. Жизнь может аннулировать. Вот слушай, вот слушай. Жизнь может все. Жизнь может все, динозавр. Древнего Вавилона нет, Михаил. Вот нет его, нет, а был. Кто аннулировал древний Вавилон? Никто. Просто он сам потихонечку стал пустить. Стал пустить и опустел. Но у биткоина есть определенная история, что, во-первых, это очень жесткий криптографический, да, там, уход. Да. А во-вторых, это самостоятельные, ни от кого не зависящие личные кошельки каждого конкретного пользователя, не привязанные никакому идентификационному номеру, кроме своего. Если большие правительства начнут действовать так же и создадут свою мировую криптовалюту, мировую криптовалюту, или всеамериканскую криптовалюту. Хорошо, смотрите, сейчас, уже сейчас есть несколько криптовалют. Наиболее популярной является биткоин, правильно? Да. То есть, там же есть еще, есть еще там около 10 штук, там, популярных каких-то. Да, да, да. Но, тем не менее, если вы посмотрите на статистику продаж китайских бирж криптовалютных, которые начали свое движение в нужное время, в нужном месте, они сейчас очень-очень много денег зарабатывают именно на биткоинах. Все остальные валюты, какими популярными они не были, они снимают нечисленную долю процента от продаж именно, по сравнению с продажами именно на биткоинах. То есть, он там 90 с чем-то процентов продаж занимает именно он. И они зарабатывают сейчас какие-то... Вы круто разбираетесь, но вы мне на мой вопрос ответьте. Вот я сейчас, например, слушай, я сейчас продаю квартиру, продаю квартиру, сам переезжаю на дачу, и эти деньги вкладываю в биткоин. Дурак я после этого? Ну, вы же играете на бирже, вы же каждый день... Ну, как я играю? Ну, я играю по мелочи, понимаете? Ну, не играете, да, работаете, скажем так, на бирже. По мелочи я, по мелочи. Но, смотрите, опять же, вы только что сказали. По мелочи надо. Золотой Вавилон, да? Никто ни от чего никогда не застрахован. Если вы планируете вкладываться в биткоины, значит, вы в них вкладываетесь, через какое-то время их вынимаете. Через какое-то время опять вкладываетесь, через какое-то время опять вынимаете. Ну да, ну да. То есть, за один день обнуление никакого не произойдет никогда. То есть, максимум, это может быть какая-то новость, там, я не знаю, ну, какая-то шокирующая новость, что их в очередной раз взломали. Но, опять же, сейчас он поднялся, а потом их взломают, и они все там, не знаю, потеряются. Да, то есть, ну, это же нужно понимать, что надо же не идиотом быть, надо же диверсифицировать. Я хочу так вложиться, чтобы прийти к жене, бросить шапку о пол, сказать, ну все, ну все, мать, ну все, мать, почитай меня уже теперь миллиардером. Это надо было делать, это было делать давно. Будильники стереть, будильники все, у меня в часах, по-моему, будильники. Стереть к чертовой матери, ни на какую работу не ходить, пусть к норы одна тут ведет, и все. На айфоне поставить, не беспокоить, да? Абсолютно. Заблокировать мой номер, тогда я буду в истерике звонить вам с утра. А я не прихожу. А вы не приходите. Вот сегодня я тоже испугалась. А я сижу такой с калькулятором, говорю, знаешь, сколько я зарабатываю в час? А знаешь, сколько я зарабатываю в минуту? А знаешь, сколько я зарабатываю в секунду? А знаешь, сколько я, пока я с тобой разговариваю, знаешь, сколько я заработал, пока я с тобой разговариваю? И так далее. Вот чем я буду заниматься, больше ничем. Вот это моя мечта. Да ладно, Сергей, по-крупному вкладываться вообще, мне кажется, ни во что нельзя. Слишком высокий. Хочется сделать класс жизни. Но это женский подход. По чуть-чуть вкладываться. Женщина отдается целиком и полностью. Что же по чуть-чуть? Это мужчине только, Сергей. Только мужчине. Женщина отдается целиком и полностью. Да, но во всем остальном женщина... Ты же не можешь раскидать себя по нескольким проектам. Расшарить себя по нескольким жизненным проектам. Ты уже не можешь. В хозяйстве могу. В хозяйстве женщина так и делает. Как ты? Она по чуть-чуть, потихонечку. И иногда звонит Вася, однокласснику Вася. Вася, здравствуй. Как ты, Вася? Как у тебя дела, Вася? Я очень вспоминаю наш последний танец на выпускном. Очень вспоминаю. Нет, она делает селфи, выкладывает в Инстаграме и смотрит, что Вася лайкнул. Вася лайкнул, значит, помнит последний танец на выпускном. Конечно, естественно. Ага, значит, женщина... И этого достаточно, чтобы почувствовать себя королевой. Вот стервы. И дальше пойти. Вот стервы. А мы-то надеемся, что женщина выбирает один проект. Кипятить носовые носки. Бросается, зажмурившись, бросается в пропасть. Мы надеемся про женщину. Она зажмурившись, бросается в пропасть. Полностью отдаваясь, вверяя свою судьбу в известную судьбу. Вот и надейтесь. Спасибо тебе. Очень правильно. Спасибо тебе большое. Всегда пожалуйста. Вот гадюки. Про биткоин, про биткоин я не понимаю. Я понимаю, что если он 1780, там будет 4, пишут. Скоро будет 4. 1740 там. 1720. Будет 4. Сейчас самое стать, вложить в биткоин. Пойти по всем друзьям. Занять. Не знаю, денег. Не знаю сколько. 10 миллионов. Миллион долларов. Подождите. Вот вы привели в пример. Занять. Занять столько, я тебе объясню. Занять столько, сколько я не в состоянии отдать. Зачем? Занять. Много занять. Много, много. Это алчность. Ты знаешь, что так и сделаны основные состояния в России. Вот я тебе сейчас объясню. Да. Этот самый. Например. Компания Сибнефть. Я знаю, почему я знаю, потому что я был близок к этой компании. Значит, пожалуйста, ни у кого не было денег, естественно. А какие деньги? Про какие деньги мы говорим? Мы что? Значит, взяли у правительства денег и купили Сибнефть. Со всеми долгами, с какими-то кошмарными и так далее. Понимаешь, да? Пусть еще отдали правительству совершенно спокойно эти 100 миллионов долларов. Ну, несчастные абсолютно. Правильно? И продали Сибнефть за 13 миллиардов уже потом, в конце. Ну, когда Роман Аркадьевич. За 13 миллиардов долларов. А купили за 100, которые взяли у правительства. Вот я так хочу подняться. Так. Хочу пойти в правительство. Взять у них 100 миллионов долларов. Купить биткоинов. Потом отдать им 100 миллионов, просто как крошки со стола смахнув. Просто сказать. Пожалуйста, вот это вот несчастное 100 миллионов ущипните. И остаток продать на бирже за 13 миллиардов. После чего немедленно переехать в Лондон. Немедленно переехать. Всех презирать и плакать под звуки русского гимна в Лондоне. Плакать. Союз нерушимый. И сразу плакать. И кричать. Налейте всем. Бармен. Всем. Внимание. Внимание. Говорит Москва. В Москве половина одиннадцатого. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Арбитраж Башкирии назначил заседание по иску КФК-системы на 6 июня. Роснефть и Башнефть требуют взыскать с компанией 106 миллиардов 600 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, заявление принято к производству. Аналогичный иск 2 мая был подан в столичный арбитражный суд. Однако он вернул материалы без рассмотрения. Тогда пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил, что компания считает такое решение техническим моментом. Цитирую, мы изначально подали одинаковые иски в арбитражные суды Москвы и Уфы, чтобы избежать возможных процессуальных коллизий. Это сделано для того, чтобы суды сами определились с подсудностью. Для нас это не принципиальный вопрос, отмечал Леонтьев. Напомню, по его словам, иск КФК-системы связан с возможным выводом активов. Ответчик уже заявил, что считает требования Роснефти и Башнефти незаконным и необоснованным. На юге столицы горит ангар. Чебо произошло в постройке на дорожной улице. Как сообщает агентство «Москва», площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Существует угроза распространения огня. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники МЧС. «Газпром» создат подземные хранилища в Китае. Российская корпорация подписала контракт с китайской CNPC на предпроектное исследование. Как сообщает РИА Новости, документ завизировали глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель Совета директоров китайской компании Ван Ильинь. Контракт был подготовлен в развитии соглашения о геолого-техническом изучении и создании ПХГ, который был подписан сторонами еще в феврале. В СМИ сообщили о выросших почти вдвое расходах на программу «Моя улица». По информации «Дождя» сумма планируемых трат на этот год составляет почти 37,5 миллиардов рублей. Телеканал отмечает, что примерно столько же было потрачено за два предыдущих года. Журналисты проанализировали более 60 тендеров, связанных с закупками в рамках столичной программы. Подчеркивается, что названная сумма может измениться, поскольку в системе госзакупок все еще нет тендера на благоустройство Андреевской набережной и Мароновского переулка. Ландшафтный архитектор опровергла гибель деревьев на Тверской улице в Москве. Сильвия Александрова пояснила, что высаженные в прошлом году липы не выкапывают, просто рядом с ними меняют бордюрный камень. По ее словам, раньше там были установлены деревянные заграждения, а теперь, чтобы предотвратить вымывание грунта и защитить землю от грязи с тротуаров и проезжей части, каменные. В интервью РИА Новости Александрова также отметила, что большинство деревьев на Тверской из-за аномально холодной весны просто остановились в развитии. Цитирую, такой сон не опасен, однако за деревьями необходим правильный уход, добавила архитектор. Липовую аллею на Тверской улице высадили в конце прошлого года. На минувшей неделе в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что столичные власти спешно избавляются от деревьев, поскольку они, цитата, прогнозируемо засохли. При этом отмечалось, что стоимость одной липы оценивается примерно в 200 тысяч рублей. В завершении о валюте официальный курс доллара 57,16 копеек евро 62,09. О погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 13. В течение дня воздух прогреется до 16 градусов, завтра до 9 тепла и небольшие дожди. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8 FM. Реклама. Пока кто-то меряется скидками, мы возвращаем до 20% от каждой покупки с картой Хоум Кредит Эльдорадо. Инверторная стиральная машина LG за 19 999 рублей и 4000 бонусов на покупки. Просто оформите в магазине карту Хоум Кредит Эльдорадо. ООО «Хакайфбанк». Лизензия ЦБ 316 от 15 марта 2012 года. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Гудошника. Гудошкин, вот ты Гудошкин. Молодой. Сиди, работай в Москве. Всё, поши. У меня есть практика в этом плане. Посидеть нормально, потрещать. Гудошкин, ты нужен, ты в Москве нужен, ты молодец. Чего вообще такое творится? Программа Алексея Гудошникова. По будням с 6 до 8 вечера. Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Ведущий программы Кирилл Калистратов. Каждое воскресенье после 12 часов. Врачи и пациенты. Право знать, говорит Москва. Да, на МКАДе уже плюс 15 температура, рассказывает нам 97. Естественно, сейчас я быстро-быстро-быстро, когда закончу, быстро проведу летучку, моментально поеду домой, после чего пересяду на мотоцикл, вернусь в Москву и быстро-быстро сделаю все дела. У меня очень много дел в Москве. Все будет объехать на мотоцикле, правильно? Мне кажется, это очень правильно. Слушай, значит, я хочу какие-то вещи такие из электронной жизни. Например, я снес стриму, но я из бывших мессенджеров, которые я снес, это Вайбер мне пришлось снести. Потому что там постоянно реклама дурацкая и так далее. Потом там почти не осталось идиотов ни одной. Ну почти, уже, надо сказать, там, ну один-два. Все. А Вайбер я снес, и я снес стриму. Как ни странно, потому что Роскомнадзор включил ее в реестр организаторов распространения. То есть Роскомнадзор русский сказал, что Трима — это хорошо. А, понятно. В тот же день, в тот же час и в ту же минуту я ее снес. Удалил и след ее удалил. Я думала, что он внес в список запрещенных. Наоборот, разрешенных. Разрешенных. После чего я ее снес. Моментально. Хороший был мессенджер. Он позволял без номера телефона, без ничего устройства, показать друг другу телефоны, там, сказать, QR-код. Показать друг другу QR-коды с камерой. Да, понятно. И эти устройства дальше уже, так сказать, обнюхивались между собой. Без имени, без номера телефона, без почты, без ничего. В этом смысле хорошее устройство. Круто. Мы его очень любили в свое время. Ну вот. Но я предвосхищаю решение Роскомнадзора. Но как только Роскомнадзор его внес в разрешенные, только внес его в разрешенные, я его снес ровно через одну секунду. А что же осталось? У меня? Сигнал. Телеграм. Сигнал, сигнал. Тебе перечислить, что у меня есть? Да. Я тоже что-нибудь скачаю себе. Давай. Заодно. Господи. Да я иногда вон выкладываю этот самый точек. Ватсап у меня есть. Аймесседж есть. Это у всех, правильно? Это есть у всех. Сигнал есть. Потом, значит, Викр. Викр. Ми. Телеграм. ФБ Мессенджер. Ты сейчас будешь смеяться до упаду. Я поставил снова хэнгаут. Зачем? Ха-ха-ха-ха-ха. Гугл хэнгаут. Зачем? Поставил снова. Решил реабилитировать. По приколу? Реабилитировал. Нет, я общаюсь. А-а-а. Реабилитировал гугл хэнгаут, который я снес давным-давно. И все на свете. Я реабилитировал фэйстайм. Ты сейчас будешь смеяться. Ха-ха-ха. Я сам смеюсь. Вот. Потому что у меня дочь звонит по фэйстайму. Все время. Фэйстайм лучше, чем скайп. Я оставил себе скайп, потому что я по нему звоню на городские из-за границы. Он у меня с деньгами. Я когда-то прошил туда карточку и забываю. Потом у меня есть чат плюс. Это я даже не слышал. Чат плюс. Нормальное средство. Вот. И конфиды. Конфиды хорошие тоже. Там пальцем проводишь, тебе видна одна строка. Потом уходишь. То есть ты всегда видишь только одну строку. И если тебе кто-то снимает скриншот, то он никогда ничего не снимет. Скриншот полный. Он должен будет постоянно снимать скриншот. Каждую секунду, каждое мгновение. Это круто. Да. То есть без скриншотов. Конфиды. Еще конфиды. Ну вот у меня вот это все. Я всем пользуюсь. Вайбер я снес. И Триму снес. Триму со слезами на глазах сносил. Теперь Триму. Правда, Трима мне нравилась. Ну я сейчас серьезно говорю. Но как только Роскомнадзор ее испаскудил. То есть включил в реестр организаторов распространения. Мне пришлось ее снести. Сейчас думаю, может ее вернуть. Смотрите. Они говорят, сама Трима, начальство Трима. Мы никогда не соглашались предоставлять российским властям информацию о пользователях. И никогда не связывались с российскими властями на предмет предоставления таких данных. А я еще пользуюсь как мессенджером Твиттером. В Твиттере же есть мессенджер. Внутри там личка есть. Хорошая. Хорошая личка. Мы не соглашались предоставлять российским властям информацию о пользователях и никогда не связывались с российскими властями на предмет предоставления таких данных. Трима находится в юрисдикции Швейцарии, где российское законодательство не может применяться. У нас нет ни серверов, ни дочерних компаний в России. Компании также заявили, что не имеют разрешения, не желают предоставлять какую бы то ни было информацию напрямую иностранным властям. Оправдывается. 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 Но я думаю, почему, вот сейчас серьезно говорю, ребят, а почему все-таки, позвоните кто-нибудь, кто разбирается в IT. А почему Роскомнадзор их внес в список разрешенных? Значит, дали бэкдор. Значит, дали бэкдор. Там сервера не обязательно. Но что-то, что-то случилось. Правильно? Но я так считаю. 7373948. 7373948, если вы разбираетесь в IT. Почему Триму Роскомнадзор включил в разрешенные, и ее пришлось мгновенно удалить? Почему? Я просто... Может быть, в этом и был замысел Роскомнадзора. Важаемые стили, может быть, Роскомнадзор мстил специально. На самую чистую девушку указать пальцами, сказать, что она плохая девочка. И все такие, у-у-у, она плохая девочка. Может быть, так, не знаю. 7373948. 7373948. Хакеры пасут в этих... Хакеры всех пасут в этих менеджерах, в этих мессенджерах, говорит Гриня. Про правительственные хакеры всех пасут в этих мессенджерах. Артур, который меня приглашает инвестором. Телефон есть у вас? Что вы у меня... Айди. Я вижу ваш айди. Но из этого же каши не сваришь, Артур. Ну как я... Пойди-то вам позвоню. Вот поэтому важно писать смс. Экейвы, Артур. Спасибо большое. Вот это хорошо. Вот это хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Нет, вы не разбираетесь. Вы не разбираетесь. Не надо. Ну зачем? Когда звонит из Краеведческого музея... Сергей, ну зачем, может быть, это какой-то профессор, который, не знаю... Профессор. Освоил Триму и... И вы звоните из Краеведческого музея. Зачем? Он говорит, нет, он сам экспонат. Он экспонат Краеведческого музея. Зачем? Все, не надо, не надо. Все нормально. Президент феноменально сыграл на рояле, не помогая себе второй рукой, кстати. Вот что он справился с одной рукой. Спрашиваешь, я видел, я видел, я слушал, я слушал, но он с одной рукой сыграл, а мне кажется, что на рояле предпочтительнее играть двумя. Ну, я не знаю, я просто никогда не играл сам. Я никогда не играл. 7373948. Нет, все, не надо, меняем тему. Значит так, вот мне пишет Иван Бендич, и правильно пишет, разбираюсь в IT, и совершенно верно. Если мессенджер разрешен, то есть либо бэкдор, либо тупо сотрудничают. Если говорят, что не сотрудничают, и это правда, что не сотрудничают, я верю им. Я верю, швейцарцы не лгут, Иван. Швейцарцы никогда не лгут. Они говорят правду, они не сотрудничают. Они просто открыли бэкдор. Больше ничего. Правильно? Слушайте, а я вот думаю, Телеграм-то ведь тоже разрешенный. Что бы он был разрешенный? Нет, не разрешенный? Нет. Это же дуровская тема, да? Ну и что, он не разрешенный. Ну ладно. Нет. Хорошо. Разрешенный вайбер перенес серверы в Россию. Вайбер. И вот Трима разрешенный. Все. А все остальные в процессе согласования разрешения. Надеюсь, этот процесс продлится в следующие 50 лет. В следующие 50 лет я рассчитывал бы портить. Кроме 30 мне достаточно. Мне 30 хватит. Ну правда. Слушай, значит, давай поменяем тему. И вот куда мы пойдем. А, у меня есть забавная история. Забавная история о недостаточно верующем пастыре. В Зимбабве пастыр отправился гулять по воде на реке с крокодилами и был съеден тремя крокодилами. Пастыр из локальной местной церкви на Белой реке Мпумаланга погиб этим утром, прогуливаясь по воде. А он по поверхности воды шел. По поверхности. Шел по поверхности. Все было как в доктрине. Но были добавлены крокодилы. А они не знали. А они не знали про доктрину. Понимаешь, что я имею в виду? Пастор Джонатан Дентгва. Нет. Дентгва. Из святой последних дней церкви пошел по крокодилам на реке, которая также известна как Крокодил Ривер. И был съеден тремя крокодилами сразу. Пастор думал, что его вера в воскресенье... Нет. Судас. Нет. Пастор taught us about faith on Sunday last week. А, правильно. Он взял проповедь. И он пообещал, что он покажет веру. Он покажет свою убежденность и веру. Но, значит, он все-таки провалился в воду и был съеден тремя крокодилами. Прямо перед всей паствой. Мы до сих пор не понимаем, почему это произошло. Сказал дьяк. Нет. А я тебе скажу. Очень стыдно было смеяться, но я не выдержу. Нет, этот господин Нкоси сказал. Нкоси. Он говорит, мы до сих пор не понимаем, почему это произошло. Почему? Мы в шоке. Может быть, я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Может быть, пастор засомневался в вере в свою, усомнился. Вот. Если он усомнился, а крокодилы в эту брешь в его сознании прошли, что если бы он не усомнился, веровал бы истинно, хрен бы его, хоть один, он был бы неуязвим. Известный случай. Это описано в священных писах. Я тебя умоляю, ты не читала? Не читала. Люди шли сквозь стрелы, сквозь огонь. Как хочешь люди шли, сквозь землетрясения. Ничего им не было. Почему? Потому что веровали истинно. А этот пастор, он, видно, веровал, когда начал свой путь. А в какой-то момент засомневался. Может быть, бес какие-то рожи корчил ему. Может быть, его соблазнял бес. Устрашись, пастор, устрашись, устрашись. И он устрашился. И он устрашился. В этот момент, в этот момент, вера его поколебалась. На самом деле, просто он хотел похвастаться. Это же все это гордыня. Он хотел похвастаться тем, что он хотел продемонстрировать, что он неуязвим. И вот за это его покарали небеса. Но он прошел по воде первые 30 метров. Секундочку, товарищи. Он прошел по воде первые 30 метров. Как нефиг делать. Он сказал, что пастор Мтетва прошел into the water. Ну, я понял, что по воде. Все-таки. Сначала, изначально-то он собирался. Первые 30 метров. А затем он хотел подняться над водой. А, все-таки вознестись. Вознестись над водой, чтобы ступать по воде. Но первые же три крокодила начали терзать его. Они покончили с ним в несколько минут. Все, что они оставили от него, когда они прекратили его есть, закончили его есть, это была пара сандалий. Пара сандалий. Которые и всплыли. И его нижнее белье, Андервир, которое всплыло над водой. Говорит дьякон Нкоси. Дьякон Нкоси. Ну, я говорю, пастор усомнился. Я абсолютно убежден, что он в какой-то момент усомнился в существовании Господа. И бесы в... То есть, сделался подобно Соколовскому уголовнику. Он засомневался. И перевел Иисуса в японский бестиарий. И за это был съеден. И очень правильно. Вот бы Соколовского отправить в эту речку, пусть бы ходил там вперед бы. Когда мы с вами перед этим говорили про Китай, про биткоины, про вообще инвестиции, мне кажется, это очень интересно. Да, Шелдон вышел замуж. Это правда. Да, давайте, давайте расскажем. Шелдон, вы знаете Шелдона Купера? Это блистательный актер, на котором держится сериал «Теория большого взрыва». Как вы хорошо знаете, сегодня понедельник, и сегодня новая серия выйдет. И мы его в «Кураж Бомбея» слушаем всегда и так далее. Значит, Шелдон Купер, он вышел замуж. Но почему вышел замуж? Он же, может быть, женился. Почему именно вышел замуж? Что за намек? Ну, может быть, он пока характеризовал. Что за намек? Ты знаешь, что всего 25% гомосексуалистов по их собственным заявлениям Считают себя женщиной? Практикуют анальные совокупления. Боже мой, ну Сергей, ну нет. Всего 25%? Я не интересовалась. Все остальные говорят, что они оралочкой на основном, на оралочке сидят. Здесь все так очень вовремя. Я серьезно. Нет. Философский прихлюбочек. На аналочке всего 25% по их собственным заявлениям. А 75% на оралочке. И должны какие-то выводы сделать? Нет, ты должна сказать, что тогда непонятно, кто вышел замуж, а кто женился. То есть мы не должны, мы не должны в этом смысле уязвлять его, уязвлять и обижать его. Конечно, конечно. Значит, он встречает Шелдон Купера. Смотрите, ну какое его настоящее имя? Я вот не могу сказать. Как это известно? Шелдон Купер. Нет, это Джин Парсонс. Джин Парсонс. Джин Парсонс. Признался. Ему 44 года, кстати. Шелдону Куперу по кадру, в кадре. Когда мы видим его в кадре, он выглядит существенно моложе. Ну да. Он очень молод. Он играет парня, выдающегося гениального ученого, который из Техаса. Вот. Он встречается уже 14 лет со своим другом Тоддом Спиваком. Спивак. Тодд Спивак, его друг гормональный. Вот. И они уже 14 лет вместе. Да. Дружат гормонально. И сейчас они поженились. Тодд и Джим. Они поженились и будут мужем и женой. Ну в смысле двумя мужьями. А почему? А почему надо женой обязательно быть? Да. Они будут двумя мужьями. То есть сформируют ячейку общества. Станут. И все такое. Да. Он один из самых богатых. Секундочку. Актеров. Один из самых. Высокооплачиваемых актеров телевидения. Он снимает уже 10 лет. Снимается уже 10 лет в теории большого взрыва. И знаешь, что там эпизод. Он берет по-моему миллион долларов. Да. Миллион долларов в неделю. Ребят. Сделайте миллион долларов в неделю и долбитесь куда хотите. Я думаю так примерно. Рассуждаю. Извините. Я хочу сказать, что мне прислали тотчас же и немедленно, наш слушатель Александр, про женщин кое-что. Так. Про дать темнотар. Можете спрашиваю? Пожалуйста. Потому что у меня хорошее цветовосприятие, очень хорошее, но тем не менее мне нужна твоя проверка. Женщины, женщины, когда они заходят на порноресурсы, ну такие и есть. Мы знаем, что большинство женщин презирают порноресурсы, но тем не менее какие-то есть плохие девочки, и они заходят. И у них есть запросы. Это подстава. Я знаю, вы говорите, что девочки, которые не интересуются порноресурсами, фригидные. Нет, я такого не говорил. Вы говорили такое. Я не говорил. Вы говорили. Наоборот, извращенки. Те, которые не интересуются порноресурсами. Да. Ужас, абсолютно извращенки. Потому что у них все в голове происходит. Те, которые интересуются, они хоть понимают, чего куда. А те, которые нет, те вообще просто яростные извращенки. Просто ад какой-то. Кромешный. Скажите, пожалуйста, мы смотрим наибольшее число запросов по странам. Мы видим, что Швеция, Норвегия и Финляндия, например, а также Великобритания, Ирландия, женщины из этих стран, Франция, Португалия, Испания, женщины из этих стран смотрят лезбиен секс. Италия, Голландия. Давай, подвесторим. То есть вся Скандинавия, включая Данию, кстати говоря, Бельгию, кстати говоря, включая, и Голландию, Бельгию, Ирландию, Великобританию, Португалию, Испанию и Францию, женщины из этих стран на первое место выводят лесбийский секс. Они смотрят лесбийский секс. Лезбиен, категория порно. Значит, Германия, Тинз. Это Тинз. Это женщины в нынешней порноиндустрии. Это 18-23. Ага. Итальянцы? Нет, итальянцы тоже лезбиен. Лезбиен. А кто еще тинз? Поляки? Нет, поляки тоже лезбиен. Тоже лезбиен. А Прибалты? Прибалты лезбиен. Интересно. А кто же еще тинз? А турки? Турчанки. Подождите. Турчанки. Мы же говорим о запросах женщин. Женщины смотрят Тинов. Правильно? Да, 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 да. И, кстати говоря, Иран. Нет, это тоже лесбиен. Лезбиен. Иран тоже лезбиен. Это очень интересно. А вот это Северная Африка. Северная Африка тоже лезбиян. Смотрите, как интересно. Должен вас теперь утешить в том, что существует некое братство восточных славянок. Алжир, Марокко. Нет, это восточные славянки. Восточные славянки. Русские, украинки и белорусские, заходя на порно-ресурсы, дружно выбирают анальный секс. Анал. Русские, белорусские и украинки. И еще туркменки, узбечки, таджички. Это, да, таджички. Таджички. Эти все, запрос анал у них на первом месте. Очень интересно. Это казашки. Казахстан. Казашки, большой пенис. Они ищут большого пениса. Вот, значит, и все, да? То есть мы больше проанализировать ничего не можем. Мы видим, что в Алжире, это не Алжир, это Ливия. Это Ливия, да. Ливия, это Алжир. Ливия, араб, араб, араб. Они ищут араб, арабок, арабок. Ну все. А вот это female friendly. А что это значит? Это не агрессивный секс, дружественный для женщин. Ну, с предваряющими ласками и так далее. Эротика. Нет, с предваряющей эротикой. Ну то есть не сразу начинает. А female friendly это более мягкий вариант. То есть не дают пощечин там, не шлепают по заднюю. Это, сейчас, смотрите, это Швейцария же. Швейцария. Female friendly. Female friendly ищут швейцарки. Швейцарки. То есть надо, чтобы деликатно, чтобы с большими предваряющими поцелуйчиками и так далее. С разговорами какими-то. С разговорами, ну как мама. Нет, начало, хорошо, начало секса. Ну как мама, как, как у нее. Как у нее. Скажи, а сестра, у сестры все хорошо. Ну слава богу. Ну слава богу. А брат. Я так волновалась. Да, да. А брат как вот. Это вот это все характеризует швейцарок. Они, секундочку. А секундочку. Еще больше ничего. Я не знаю. Хентай. Хентай любят китайцы. Китаянки, то есть прошу прощения. Китаянки, когда заходят в этот самый напор на ресурсы, они ищут чаще всего хентай. Но у них же китайцы в свой интернет. То есть у них выбор-то не так велик. И у них хентай на первом месте. И надо сказать еще, извините, что существуют вот эти страны, такие как Сербия, как я вижу здесь, Македония и вот это, они любят зрелых женщин. То есть женщин за 40. И Макрон. Макрон. А Макрон, да спасибо большое, Эммануэль. Да, я просто, я понял, почему это Макрон. Про мужа в швейцарах сначала спрашивают. Ну как муж? Да. Хорошо. Хентай любят японки, но и китаянки. Ну и хитаянки. Мильфов, но ведь матьюры это уже больше, чем мильфы. Мильфы, мильфы это совсем молодые 30-летки. Что такое мильфы? Мильф. У тебя 30 лет исполнится, будешь мильф. Кошмар. Почему все смеются вот в студии, а как будто бы понимают... Потому что все знают. Как будто бы понимают, что это такое. Хорошо. Мильфов все знают. Мильф. 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 Это молодая мама по-русски переводится. Это называется мама I would like to любить. Мама I'd like to f. Мама, которую я хотел бы любить. Молодые мамы, то есть имеется в виду. А это самая аматюра, это уже за 40. Это уже серьезные женщины такие совсем. Ладно, поехали в движение, в движение. А так, чтобы со свечами, шампунскими, конфетами. Это как называется? Это как раз вумен-френдли. Фемейл-френдли. Вумен-френдли. Это так все, пошел смотреть хентай, говорит Юрий. Ладно, ну что вы, ну зачем? Я просто хотел вас насмешить. Давайте, давайте, мы перешли внезапно от Китая. Я собирался рассказать о характере. Извини, быстро расскажу про политику. Одно слово. Значит, пока власти китайские проводят вот этот вот единый путь, шелковый путь, один путь, один пояс, один пояс, один путь. Проанализировал коммерсант сегодня, куда вкладывает частный китайский бизнес. И это важно, слушайте, извините, это действительно важно. Это сегодняшний коммерсант. Китайскому бизнесу дома не сидится. Он предпочитает активы США и Европы. То есть правительство Китая, накопившее действительно гигантские деньги, триллионы, потому что триллионы только у Китая, а еще у Гонконга и так далее. Они вкладывают в вот эти шелковые пути, всевозможные один путь, и в этом участвует правительство. А сами частные китайские корпорации вкладывают всю излишнюю копейку в Европу и в Америку. Показывая этим самым, что решение правительства политизировано и не поддержано бизнесом. Понимаешь? Это очень интересно. Сегодня в коммерсанте посмотрите, пожалуйста. Пять баллов город и центра особенно плохо. От садовая и все, что внутри, не ездите, пожалуйста, тут отдох, потому что тут ремонт и потому что тут такое грядущее счастье. Мы готовимся к счастью, как обычно в Москве, правда же? Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 15 мая. Подъем! Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8 11 часов в Москве. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. В Софиде предложили ввести уголовную ответственность за манипуляции на выборах. Максимальный срок наказания для нарушителей может составить 5 лет заключения. Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишис, документ скоро будет внесен в Госдуму. Он подразумевает наказание за организацию так называемых каруселей, за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Клишис отметил, что предусмотрены и другие меры воздействия, штрафы...